так йоу-йоу всем еще раз привет привет ну что в принципе я думаю можем с вами начинать запись я запустил демонстрация экрана работает эти рестримы у нас с вами есть в общем то всем еще раз привет привет всем добрый вечер всех очень рад видеть сегодня здесь и давайте в принципе поприветствуем нашего второго ведущего сегодня это антон всем привет и наш сегодняшний гость это марк он же копатыч марк привет привет приветствую смотрящих в общем-то сегодня для нас для всех это новый формат и особенно с учетом вебок я вообще не привык ее включать и принципе ток вчера купил вот так что будем пробовать будет очень важно сегодня после там или завтра собрать обратную связь пока не совсем понятно скажем так каком формате нам продолжать работать либо мы будем раздувать какие-то темы либо мы будем мучить марка вопросами но концепция такая и в общем то сейчас мы немножко с марком познакомимся поспрашиваем его как он начинал какие были сложности что было хорошего в начале его пути затем соответственно поговорим о торговле поговорим о рыночке в целом и потом я думаю мы сделаем так вы будете задавать вопросы и мы будем потихонечку из этих вопросов все вместе втроем разгонять какие-то темы для обсуждения то есть соответственно не только чтобы марк отвечал на вопросы как это было сделано в прошлые разы в интервью я у кого-то слышу очень громко кликающую мышку ладно в общем то вот не только чтобы марк на вопросы отвечал но и чтобы мы все вместе с вами вместе с ребятами втроем эти темы обсуждали в общем-то идея какая-то такая концепция примерно такая посмотрим во что это дальше выльется и как это в дальнейшем будет происходить но пока как-то так в общем то да наверное я прерыву тебя прости всем еще раз привет наверно основной еще посыл в том чтобы слушающие люди а именно дискорд леги трейдеров тоже как бы был соучастником нашего разговора то есть активно участвуйте вопросами задавайте вектор беседы и но я думаю это будет интересно космином качестве основных размыто да нет вроде у всех нормально сделано крайне мере должно быть у всех хорошо все я просто купил дорогую веку сам вот и все дороже чем у остальных вот в общем то все давайте потихонечку начинать начнем мы по классике марк расскажи пожалуйста о своем начале пути когда ты пришел на рынок как ты пришел на рынок ну и дальше я там немножко вместе с антохой помучим тебя вопросами да но вообще как бы за крипто и так или иначе следил я рано может быть года 2013 или 12 там узнал что существует такая вот тема как биткоин но я был нищий и молод не было никаких там возможности участвовать но как прости пожалуйста что эти оплевать ты можешь немножко микрофон погромче здесь и сделать всем тиховато на слышно да давайте потом на ютюбе марк вообще почти будет слышно у меня максимум стоит ну я на 200 у себя выкрутил ладно мы постараемся не шуметь не перебивать давайте продолжим поближе просто попробовать под подвинуть но у меня вот он вот этот гарнитур так сильнее лучше понятно крипто миллионер да 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 все ну сам понимаешь рынок настал какой короче не мудростой а лукавым не буду сильно вдаваться в эти дебри нет подожди 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 почему не будешь простите я опять что я немного больше на знаком с марком именно в живую и у него есть интересная идея вот на тему то что тоже сейчас актуально объяснить на тем того что он пришел в трейтинг из майнинга ну из майнинга на уровне идеи там с другом планировали влиться в эту сферу именно как майнеры ну тогда это было очень актуальная история там биткоин стоял 17 год это до начала пампа в семнадцатом году биток стоил что в районе 700 долларов что такое и мы там что-то уже планировали там где-то покупать эти фермы где-то уже какое-то помещение искали уже там какой-то там возврат капитала что-то начали посчитывать ну что такое в моменте как-то возникла идея ну просто почему почему просто не сначала просто не купить по крипту не поддержать не встречу что будет но потом как бы выяснилось что на рыночке бывает такое явление как мания и как бы безумие и просто все буквально все то есть там не было не было актива который бы не рос в цене то есть там просто начало начало просто полное безумие их бы этих активов как бы и было гораздо меньше чем сейчас и они все росли то есть вот неважно кто это кто это она просто у него есть куда блокчейн начало будет расти и расти будет очень сильно ну и так как бы окольными путями возникла следующая идея именно ну как бы попытаться начать спекулировать что-то какие-то сделочки совершать но идея такая как бы сомнительно и я там больше позиционно пытался заделать это там длилось полтора года уже там на были на этом на медвежке восемнадцатом году продолжилось и где-то вот году девятнадцатом или двадцатом я попал на битмакс и там же пытался заниматься именно скальпингом там очень мало информации было по этой теме то есть там где-то в глубинах в низах ютуба какие-то видосы были но я натолкнулся на них слишком поздно то есть там когда уже сам своих шишек понабивал и в принципе для меня информация в тех видосах уже была не такая актуальная и ну кто торговал битмакс наверное как бы вспоминают иногда как ветеран вьетнама как бы просыпаюсь в холодном поту среди ночи как бы эти все их оверлоды там эти все ликвидации эти безумные вот эти все замечательные вещи потрясающие и через какое-то время мы как бы пришли к такой идее чтобы просто не пытаться брать движение брать вот эти самые застрелы проливы на оверлода примерно понимали что какая будет разница между ценой на битмаксе и ценой на тех биржах из которых составлялся индекс стоимости биткап ну который на который ориентировался на сам битмакс и куда туда сеточка так расставлялись ордерами лимитками на эти застрелы и в принципе вот с этого начался именно стабильная такая системная прибыльная торговля то есть не не с классических таких вот мувов скальперских не с классической ситуаций не с классической торговли а вот именно на эксплуатации как бы особенности скажем так кавычках работаю бирже битмакс потому что классические стаканные вещи практически не работали потому что на битке например торговали могут биток и редко эфир специальный такой вот особый был маркитос у битмакс он просто по бедам и аском выставлялся прямо в спреде потом 10 миллионов бакс до до их там ну ты ничкакую методанные никакие не выведешь оттуда как сейчас цена там в моменте вот будет себя вести потому что всю ликвидность пожирали вот эти маркитосы и единственное что было предсказуемо и что работало это вот такие вот проливы на оверлотах это с определенной степени вероятности с высокой умирать начал уже в январе да но он умирать начал буквально в тот самый момент когда на фьючерсы на биток появились на финансе вот я прям помню этот момент там у меня друг уже перешел на бинанс скальпить я еще его по старой памяти на любимом моем и ненавидимом битмаксе чем вы пользовались чем вы пользовались они сначала tiger trade это был но tiger trade меня очень сильно подвел там в некоторых моментах я тогда для себя я как бы определенную сумму отдал на его лагах и быстро присел на skype короче а откуда вот вообще вот такой человек вот я не знаю просто по себе говорю ну вот когда я узнавал про трейдинг я начинал трейдить очевидность терминала как можно узнать про терминала веб терминала я имею ввиду как можно узнать про теги трейд про эту тему я тоже начинал на битмаксе именно вот этого терминального прикола но потом какой-то я по моему какой-то видос там процентом просмотров 40 было короче какого-то чела нашел дарила этот ах и на ю-тубе высветился и что там ничего не было понятно у него все какой-то светофор был настроен и просмотрит что-то написан tiger trade и думаю я загуглил посмотрел все оказалось такого терминал есть у него коннекторы битмаксу и все так как по моему и было на потом естественным образом просто как находишь на сискальпе все сискальпе сидишь что говорим а ну и вот и я помню включил такой стакан спата битка с бинанса и рядом у меня стоял стакан спата включая битмакса я прям начал видеть как работает вот все то что как будет ну должно работать по скальперским приколом все эти плотности как участие это разъедание сопротивление зоны поддержки там все прочее 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 и просто по стакану битмакса начал торговать данные со стакана финансы и вдруг выяснилось что как бы получается да и вот и как только я это осознала я подумал зачем мне в принципе тогда этот косты нужен то есть очевидный тренд перетекания ликвидности с битмакса на бинас начался и тут просто уже нет ну нечего ловить ну как бы сейчас то я знаю что некоторым там старичкам там с объемами сильно за 5 миллионов баксов еще есть что ловить как бы на битмаксе но для таких средних скальперов там в принципе не было уже дело нечего было делать и я постепенно так вот перекочевал на бинас ну и вот с тех пор как-то началась ну и по старой памяти еще по месяц или полтора торговал только фьючерс битка не трогал альтки вот потом как-то вот под давлением так сказать конъюнктуры перешел на торговлю альткоинов ну это конечно манна небесная резко возрадовался и как бы рост уровня скилла и рост уровня депозит а сейчас же я правильно понимаю что ну по твоей торговле что ты наоборот очень мало торгуешь биток сам ты больше пальте очень торгую может раз в два месяца торгую биток когда-то будет прям что-то супер очевидное по иронии я начинал и торговал в основном только биткоин но у меня на самом деле абсолютно такая же ситуация что я торговал вот именно биткоин с веб терминала и на битмаксе на битмаксе была очень смешная история не знаю застали вы ее или нет когда была мартовская корона падения когда биткоин долетел там до трех с половиной тысяч на битмаксе как-то неправильно сработали маркировочные цены либо цены ликвидации не там ликвиднуло а через три дня они выплатили какую-то компенсацию и то есть этого это настолько но это настолько ублюдская биржа я не знаю как она сейчас но была настолько ублюдская что тебя могло ликвиднуть полу несуществующему марк прайсу какому-то вообще идиотизм да единственное что все позитивно и интересно осталось от битмакса это наверно сам но я уже к сожалению не могу видеть его лицо он насильно триггерит и как-то я позабыл как страшный сон от битмакс и все на битмаксе очень крутая фишка была пацаны кто остались торговать после 19 года и по инерции еще примерно ну типа условно торговали альту на бинансе и торговали биток битмаксе по инерции очень многим насколько и ну как многим ладно не многим но некоторым удалось сохранить депохи и приумножить их на битмаксе а депохи там были в битках и это очень круто сказалось когда биток начал расти в том числе после вот это его коронакризиса что там очень хорошо взяли и ну тогда в принципе биток при том что он стоил типа там 78 на битмаксе была ликвидность чтобы кидать типа тысячу коней вполне спокойно ну в пересчете на контракты но примерно тысячу коней и я знаю ребят кто торговали там активно и накапливали депоху в битках и потом все очень круто обернулось ну да вы на большем рынке есть сильный резон торговать на битмаксе ну был по крайней мере ну вот для некоторых как бы крупных человек и сейчас он в принципе остается порядок он собственных причин ну вот ну да да как бы на на медвежке немножко конечно понеприятнее это все обстоятельства выглядит ну как есть да ну вот если коротко так широкими мазками то вот примерно так я и пробрался в эту среду замечательную слушаю его без какие широкие мазки честно сказать вот правильно антоха сказал что откуда ты вообще узнал там про тайгер про сискаль и ну по факту типа ты говоришь что мы там с кентом начали битмикс смотреть типа попробовали что-то поторговать поняли про эти оверлоки там и прочее но на самом деле это все нихрена как нелегко понималось типа ну я знаю хотя бы какого-то знания там стакана как работают заявки там лимитки отложки и прочее там не так легко было ты все это изучал параллельно постепенно где-то как-то в интернетах или а ну в интернете в интернете вообще говорю я не было какой-то актуальной информации вообще то есть ну и она была на так глубоко что я до него не добрался она мне попалась вот только уже позже когда ты там сам шишек набил уже там один-второй свою микро дипошку какую-то отдал артур щеку хейсона свои замечательные улыбкой белоснежный поприветствовал у себя на счете и поехал там не знаю со шлюхами на яхте растекать там периодически попадая в суды по запросу сек вот и и все то есть там вот на ошибках на шишку как-то ну и получается что ты очень быстро этот путь прошел то есть если ты там условно восемнадцатом году торговал еще достаточно условно там средний срок и пытался откупать и уже восемнадцать девятнадцатом году начал расторговывать битмикс получается что принципе все достаточно быстро сложилось ну да но для меня сейчас я это вспоминают ну какой-то полу полу бредовая такое воспоминание пышную огромное количество нервов сил там 16-17 часов за моником проводил капец там и всех дневников исписано миллион тяжело короче это было и поэтому сейчас я уже так как будто это какой-то коматозном бреду все происходило как бы как как бэкграунд это понятное дело что ничего бы не было если бы не приходилось все это преодолевать но вспоминать особо это не люблю да не слушай битмикс это хорошее это сильный бэкграунд на самом деле и особенно восемнадцатый девятнадцатый год я вот не застал восемнадцатый год к сожалению что там было потому что в начале восемнадцатого вывел депошку всю скрипты что там была когда вот она падать ну не начала там биток уже что-то типа 13 был я все продал вывел вот и очень жалко что даже не оглядывался в ту сторону а пацаны на самом деле очень круто там работали а расскажи вот как ты попал в свою первую команду у тебя же есть условный такой стак друзей я так понимаю это все связано с фатами как вообще это все зародилось как ты познакомился с людьми из ватаги или ты сам как-то участвовал дело вот надо не такой человек интровертивного типа то есть у меня нет проблем заводить новые знакомства там социальные связи где-то горизонтальные выстраивать всегда на них легко давалось но в принципе в своем быту в жизни я больше нахожусь в одиночестве ну или стараюсь в одиночестве и в связи с этим обстоятельством я как-то старался избегать организованных групп каких-то там как-то ассоциировать себя с какими-то там группами движениями всем прочим так вот определенной степени автономии всегда старался добиваться но вот мой друг он как раз такой вот он очень мирно понял что ну как бы наверное имеет смысл пользоваться опытом и чужим в том числе почему-то учиться полезным как большими шагами преодолевать то что в личном таком индивидуальном смысле получится сделать сложнее и он выбрал вот ватагу его прошел там обучение и через какое-то время я просто присоединился к тем челом в дисе с которыми он сконектился во время своего обучения вот так получилось что как бы чел высокого такого довольно уровня в том числе были и вполне себе как бы подходили по типу торговли взгляду на рынок и каких-то внутренних противоречий не вызывало ну там и взгляд мой взгляд не мешало как бы торговать ориентироваться в рынке и так вот мы сложились в общем таким образом вот ну все вот так получилось ну и потом ты по сути сватали в принципе никак не контактировал и пришел чисто из-за друга в команду уже к ребятам паркурс и партнерка была или есть ватаговская там какая-то ради кэшбэка по моему да можно было финансовский аккаунт держать и россиянам вот у меня партнерка еще есть ватаговская или было я уже не знаю очень давно не заходил там лично мне вот ну и все атаку нет то есть принципе ты в общем-то также ну не то чтобы сразу но когда вот начался финанс вот эти все переходы и скарпинг уже непосредственно на нем ты достаточно быстро попал в команду хороших сильных ребят ну которые были уже с опытом нормальный да ну как бы кто кто как короче по-разному не сказать чтобы это прям какой-то boost дало именно по там качеству техники исполнения сделок это было скорее ну больше глаз все равно лучше чем ты один сидел какие-то ситуации я бы просто например не увидел или не смог бы отработать вовремя если бы вот мы не сидели командой скорее в этом смысле именно селект сделок какие-то торговые ситуации контекст рыночный все прочие там новости которые могли бы повлиять там на цену тех или иных активов которые я бы например во время не увидела другие люди увидели такие вот вещи и сумме этих микро моментов это как бы дало свой результат ощутимый а скорее так а вот тот момент когда ты сказать с переменным успехом занимаешься трейдингом в целом и начинаешь скальпить ты с чем-то занимался в жизни я вообще к чему веду вопрос ты можешь рассказать ребятам почему у тебя такой ник именно вторая его составляющая берется очень интересная история но это задолго вообще было до любого трейдинга все дело в том что я родился и урос в депрессивном регионе россии скажем так крайне ну чтобы было понятно хобби череповца это бреди ну нет 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 не настолько депрессивно нет гораздо депрессивнее да но чтобы было понятно хобби ровно два у людей с моей малой родины вот их ровно два не соревнуются друг с другом в качестве исполнения этих хобби первое это попытки допиться до алкогольной комы вот такое хобби если людей 1 2 до 2 хобби домашнее насилие вот примерно двумя этими вещами в основном занимается 80 процентов населения это место и как бы конкурируют друг другом на высоком уровне в обоих этих как бы сферах ну вот и первая работа ну такая подработка которая была это в 15 лет и в 16 не помню точно же я копал могилы этим зарабатывал средства к сожалению нет жили нет было бы супер smart идея как бы с накопанных могилу купить битка это такая русская история хроническая прям балабанов бы выше в шоке был бы да и вот копаточку что ну то есть карамельный потому что у пятерочки была коллаборация вы не поверите с нашими со смешариками и выпускался такой молочный коктейль по смешарикам и вы не поверите второй раз но копаточку карамельный мне очень понравилось словосочетание стал воспользоваться вот так как бы другого прочего глубинного смысла в моем не кинет а когда майнингом вы занимались ты и вот не занимаясь только планировать начинали вот пока ты с семнадцатого года по девятнадцатый там начал зарабатывать первые какие-то деньги сбить миксом ты чем занимался параллельно или ты только торговался делал не я учился но там да учился универе какой у тебя образование а у меня незаконченное незаконченное высшее образование я ушел из универа но потом как-то начал бабки зарабатывать на трейдинге как-то мне не было времени пока там пока получается это стараешься этим заниматься погружаться полностью а потом уже посмотрев на состояние отечественного образования и допустим то что мне интересно как человеку особого смысла какая была специальность это политэкономия по моему но мне как бы нравилось всегда я стоит продолжать нравиться социальной науке если когда-нибудь в такой степени свободы добьюсь что вот у меня вообще не будет ничего ограничивать и на получивание образование с этим связано может быть что-нибудь по политической философии но не в россии скорее всего я думаю что при наличии свободного времени эту же информацию можно в принципе получить не я может можно тогда в принципе окей хорошо классно так давай тогда давай тогда еще немножечко по классике еще в минуточек 20 все-таки по началу пробежимся потому что я тоже об этом говорю что так по мне это всегда один из самых интересных моментов скажем так начало торговли именно начало торговли конкретного трейдера один из самых интересных моментов который в принципе можно обсудить потому что ну а что потом а потом ты как бы просто 24 на 7 сидишь за компьютером торгуешь одно и тоже и занимаешься в принципе достаточно монотонной технической работы то есть в общем то иногда конечно происходят всякие интересные ситуации по типу скаму фтиксов каких-нибудь вот очень интересно которые можно вспомнить я думаю не раз все будем подкалывать в этом формате вот короче да что-нибудь подобное происходит о чем можно вспомнить но в целом все достаточно монотонно в общем то давай выделим можешь вспомнить какие-нибудь три самых ярких момента вот первый год полтора твоей торговли что конечно мало запомнилось и что было такое самое яркое это вообще это это конечно ликвидации мои все все остальное это вообще не интерес это ну как бы я я как бы начал торговать первая как бы моя к форма скальпинга это сбор валы я почти ничего не пробивал я не не брал ножи ну вот кроме как чего-то похожего что было на битмиксе там не шортил пампа ничего не делал до определенного момента в моей жизни пока не попробовал не подсел на такую движуху и ну как бы по копеечке что собирал 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 и я начал с депошки по моему 20 долларов 1 раскачал до 400 за какое-то время и начался листинг монеты это или листинга нормально весело да там я впервые в своей жизни встретился с такой что как робот-пылесос к сожалению не от xiaomi а вполне себе такого биржова почти бесконечной ликвидностью которую ну там вот по моему я считал штук 27 5 минуток ростовых было без отката то есть там даже даже в спрэде отката не было то есть просто стоял в спрэде робот и пылесосил просто стакан 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 ну и все если там проценту 70 где пушки отдал на попытках вашего пануть не метод вообще не было там понимания робот что там пылесосит какая-то ликвидность него тут я думаю что вот есть что-то что растет неизбежно нужно когда-то как бы скорректироваться может быть то-то она так но к тому времени когда он скорректируется я уже там четыре счета может не быть как бы это первые шажки были и ну как бы сказать об этом не было никому приходит придется учиться как бы саму на этом опыте ну я потом на обратном как раз на обратной до коррекции там в обратную сторону похожий робот включился может быть то же самое просто и я уже на этом окончательно за счет отдал вот было неприятно было крайне неприятно вот следующий следующий класс произошла это же завел 20 долларов они не не у меня оставалось по 40 баксов со всей этой движухи я их разделил 20 на 20 20 на спатье 20 на фьючер и раскрабил ну такое думаю все вот произошла эта ситуация мне нужно подстраховаться от того чтобы такого не произошло в будущем теперь я буду симметрично типа набивать депозит на фьючер и подушку на спать я заработал 40 баксов до 40 добиваешь нас потерь 80 на фьючер 80 на спатье и так далее что дальше вот такая симметричная подушка должна быть на этот случай и такое про себя уже прикидываю сколько например какой депозит не нужно чтобы ну хоть как-то мало майски существовать жить с рынка по чуть-чуть помаленечку и прикинул что-то примерно типа 1000 долларов на фьючер депозит и 2000 подушка на спать и я как бы все я засовывался я максимально все я средний класс такой крепкий уже вот и помню была такая монетка и сейчас есть это янж и по янжу был пам роскошный и у меня помнится было что-то 800 800 баксов на фьючер и 800 баксов на спать и план работал идеально вообще отлично все было да я такой думаю ну все 400 баксов добью уже потом с первых бабок может быть вывести купить зафиксировать что я как бы это первые деньги которые вот я смогу вывести до этого ничего не водил так вот на крабил 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 все кайф и такой день был роскошный я набил это тысячу баксов на фьючер тысячу баксов на спать и все вообще было роскошно и помпанулся значит яши меня ликвиднуло на тот депозит который у меня был на фьючер и я в глубочайшем тельте разделил эти бабки которые у меня были на спать пополам снова и все заново просто вопроса снова началось я такой диапазм по этому поводу что она недели полторы просто ходил там по своему часилищу и на деревья смотрел гулял что свежим воздухом дышал как-то так же вот так на качельке качаюсь так вдаль смотрю грустными глазами там тренируюсь как-то сублимируют идею но меня в сущности вытащила ровно одна мысль которая меня помогает с тех пор регулярно разоргана одна мысль которую я сгенерировал в своих походах как бы по глубинам своего сознания это что ну вот у меня же один раз получилось правильно один раз получилось а если один раз получилось значит получится сколько угодно раз сколько угодно раз и через полтора недели я вернулся и следующий месяц с депозита 400 долларов я закрыл три с половиной тысячи баксов прибыли вот и с этих денег купил все там новый ноут что-то моник купил то про глядил место свой рабочий ну и вот так вот с этого момента начался такой экспоненциальный рост депошки а вот удивительный момент когда тебя ликвиднула на фенчерке у тебя осталась подушка на споте просто интересно вот ты говоришь ты тильтанул если бы тильтанул я я бы перевел подушку со спота и на нее дошортил но была мысль у меня такая как бы порочная но это стоило мне колоссальных как бы волевых усилий этого не сделать как бы просто я закрыл ноут такое все максимально долго можно до отгонял от себя эту идею думал что ну и я как бы не в том положении чтобы позволять себя и риски последний нейрон как бы не задеты этим стрессом сработал и позволил мне принять единственное разумное решение в этой ситуации ну и вот и действительно так получилось что ну любой любой убыток любой стресс он преодолим на самом деле чтобы не произошло конечно потом в будущем как бы убытки бывали супер там большие там очень серьезные но они уже такое таких эмоций как вот это ликвидации никогда не вызывали и восстанавливался я всегда одинаково 300 первое что себе напоминает что раз ты уже здесь вот ты в этой точке находишься и это тебе не повезло это не какая-то манна небесная сошла на тебя и ты проснулся там с какими-то навыками с какими-то депозитами это как бы плод долгой работы такой дисциплинированной однообразной это тысячи сделок это не случайность и раз так то ты сможешь это повторить рано или поздно ты все равно вернешься если будешь делать то что у тебя хорошо получается я думаю чуть попозже обсудим так уже развернута тему как ты выходишь вообще из тильта и стрессовых ситуаций все-таки пробежимся дальше по этой биографии кстати можем эту тему сразу после как раз после всего этого слушай но а хорошего не я понимаю кстати прекрасно о чем ты говоришь про вот эти вот моменты с ликвидациями с преодолениями и так далее и на самом деле ты прав что вот эти первые какие-то убытки в начале какие-то вот эти вот мелкие казанусь попасть текущим например мелко меркам да какие-то нет небольшие убытки тогда казались просто колоссальными и вообще непреодолимыми я вот например с ммпб на два года ушел как раз полностью на крипту потому что я там 13 тысяч рублей просто как бы как бы я я я отдал у меня до этого еще была вся неделя в лосях и это особо не было ни много ни мало это было никак но я просто отдал закрыл и больше два года и не открывал потому что просто мне было мерзко на него смотреть но это был в то же время просто прекраснейший момент потому что я на сто процентов переключился на крипту я не отвлекался на мамбу и мог максимизировать просто результаты именно на крипте что в принципе я считаю было супер правильным решением не просто правильным а супер правильно слушай а хорошего то что было хорошего яркие хорошие моменты когда ты вот вообще вообще очень много я вот помню я что-то такое помню если сейчас но очень бледное то есть это вот любые профиты для меня они почти не вызывают этих эмоций то есть там я какие-то эмоции какое-то удовлетворение испытывают как бы хорошо проделанная работа то есть вот сделка развернулась по моему плану то есть я грамотно набрался в какой-нибудь пробой он произошел я грамотно скинулся грамотно добавился грамотно закрылся по целям и вот от этого от самого факта того что я как бы технично отработал ситуацию я могу получить какое-то удовлетворение как ремесленник вот а как конечный результат ну какой-то момент я вообще перестал что-либо чувствует если там ну может быть первые какие-то профиты типа там за день заработать свою зарплату на прошлой работе то есть вот такие вещи или там ты понимаешь ты сейчас за две сделки там или за сделку ты заработал там среднюю зарплату в том регионе где ты живешь и как-то одновременно и куда диссонанс во голове вызывает что-то сидишь вроде как на кресле ничего не делаешь вроде как и какие-то деньги зарабатываются вот и помню по моему что-то я испытал когда день первый раз в жизни закрыл 5 тысяч долларов что такое пять или шесть тысяч там блин вообще капец дальше курс какой-то был не помню какой речи то по что там кататься 6 это там люди могут прям ну реально там годами работать чтобы у них свободные деньги да у меня прям буквально могли убить в моем том этом населенном пункте даже не вопрос как бы реальная вероятность ты сам убивал я не комментирую мне плохо на связи короче вот вот это я помню а так чтобы прям что-то такое какие-то эмоции положительного характера какие-то яркие по моему не испытывал я помню были периоды затяжные когда мне прям супер кайфово было торговать торговать не всегда было в кайф но это всегда перемежалась какими-то негативными эмоциями с постоянным стрессом с недосыпами там стиль там с всякими такими вещами были периоды такие прям продолжительные там две-три недели подряд когда все хорошо получается все никаких лишних рисков ничего прочего то есть все так очень блаженная такая была комфортная ситуация у меня и мне прямо то очень сильно россия в такие моменты прям так любил трейдинг просто как не знаю сильнее всего что есть на белом свете такие если поют моменты ну вот если ты категоризируешь как-то эти периоды то как бы ты настоящий период свой характеризировал это это дефолтный период именно по психоэмоциональному такому уровню и как бы там пропорциональному доходу процентах это просто заурядный вот просто дефолтный период вот чуть-чуть лучше парен рыночек был бы допустим каком-то широком флоте в рамках там коррекции лонговой было бы лучше если бы была бычка был вообще замечательно но и тогда и психологически и там попросту на другая ситуация была бы сейчас ну просто как бы как такой на на 6 из 10 вот так вот я есть время есть ну да дать вы жить можно работать можно на еду всегда заработаешь окей ну и давай тогда наверное завершим тремя советами новичка тремя советами для новичков я в принципе у почти у всех это спрашиваю который ты можешь сдать для тех кто ну вот в принципе плюс-минус твоем положении находятся либо учиться в институте либо ну там работать на каких-то подработках и только начинает торговать ну я как бы не ряд радикальных взглядов касательно нашей профессии и в связи с этим я начну с главного света который даю всем никогда не пробовать никогда не пробовать никогда не заниматься этим вот если вы наткнулись на эту информацию кости у ватаги у рандомного чела который торгует на 200 долларов на ю тубе посмотрев про скальпинга и гаряна там всякое такое прочее вот вы загорелись идея и стать биржевым трейдером лучше забудьте про это просто вот если у димона цветкова на его канале старый видос такой про круги там про то про все но там надо учиться да проще хирургом можно стать ему тех зарабатывать вот мудрый человек вот его послушайте действительно да и да и не занимайтесь этим никогда потому что ну вот кости уверен очень хорошо знает эту статистику то выживаемости там на дистанции в три года например даже у людей у которых все хорошо там в моменте бывает какую-нибудь бычку словили и все прочее ну вот просто все книжки что я читал по трейдингу они вот хорошие они всегда заканчиваются этим советом действительно то есть там их всего две-три которые хоть стоит кстати прости что перебиваю опять потому что вот ты один же из тех людей которых действительно очень много читает и много читал именно про трейдинг я имею ввиду именно про трейдинг чтобы потом выделить какие-то книги мне кажется это очень интересно потому что я вот человек который читал две книги по трейдингу и я не понимаю зачем их вообще читать но это просто этому-то вода ну если во-первых не существует книг которые торговать научит это совершенно точно особенно скальпер там ничего торгового для себя не найдет это именно такая психологическая база скажем так вангут рейд какой нибудь который уже там все знают все понимают какой-нибудь там записки биржевого спекулянта как играть и выигрывать на бирже элдера но это как бы трэш половина книги когда он там учит вас какие-нибудь там индикаторы собирать грамотно всякое такое прочее тут можно скипать не скипать допустим первую четверть и последнюю четверть книги вот там там что-то полезно именно в том смысле что ну может быть стоит все-таки потратить время на развитие компетенции в чем-то другом это вот мой первый совет новичкам вот вы увидели эти замечательные профиты там как люди живут и все прочее такие вот загорелись этой идеей вот лучше это забудьте заниматься своим делом идти на пилота гражданской авиации так вот пока ты не начал рассказывать второе вот мне интересно тоже пока пока мы не дошли этой теме где они забыли но ты говоришь что ты всем бы не советовал этих трейдинг хотя но я вот тоже это я как-то так знаю тебя немного больше чем все остальные я знаю что у тебя есть допустим хороший друг ну знакомый из жизни который которого фанатами все мы являемся его комментарии в крыльку общение с женой и прочее вот а ну вот он твой знакомый и я знаю из твоего личного опыта что ты очень много своих друзей из жизни пытался как-то поднатаскать у тебя было у тебя были свои патроны так скажем подручные которых ты пытался как-то передавать свой опыт и ты уже попробовав можешь сказать что не нужно или ну как эти истории совмещаются но прямым образом совмещаются у меня как бы изначально была эта идея это этическая проблема до который стоит перед человеком который вот решил показать людям вот эту вот сторону жизни что можно вот так что у тебя можно быть бесконечная свобода идущая рука об руку с бесконечной ответственностью за себя там за свое будущее прочее и я заранее предупреждал что выживаемость очень низкая что нужны как бы определенные минимальные технические характеристики просто хотя бы для того чтобы я имею ввиду психологического характера чтобы хотя бы задержаться здесь не уж не говоря уже о том чтобы это было твоей профессией то есть я дал это предупреждение но это ведь не отменяет того обстоятельства что я понимаю что большинство не справиться они уже будут знать что такое в принципе возможно но у них не получилось как бы определенный урон там для самомнения самолюбия для эго то есть это какой-то несет ну и там шли рискуют впасть в такую воронку что у него будут пытаться пытаться бесконечным бесконечно будет не получаться много времени много нервов много денег будет потрачено до в пустоту как бы вот и по моей личной статистике так и получилось худо-бедно из определенного там количества ну и опять же мотивация моя была ровно такая же кое ситуация находился сам гипер депрессивный регион страны где у тебя нету как бы социальных лифтов никаких если ты талантливый человек если у тебя есть мозги если башка минимальный шанс у тебя есть какой-то куда-то там пробиться потому что повсюду правит непотизм и понебратство и когда протократия из этого вытекающая и в связи с этим очень низкая социальная мобильность и ты как-то пытаешься вы доставить вариант какой-то что можно сделать со своей жизнью такого чтобы колея в которой ты находишься ну качественно отличалась от той которую предлагаете текущее общество там находишься и соображение того что ну хотя бы у одного может получиться я попытался ну и как бы у одного получилось худо-бедно то есть это не простей скольки ну штук восемь девять человек в общей сложности это очень спорный результат в итоге на текущий момент я прекрасно тебя понимаю потому что это я думаю стандартный вопрос которым задаешь сам себе когда ты встречаешься условными одноклассниками и либо знакомыми либо что-то вот такое людьми из жизни до трейдинга и ты искренне хочешь им помочь и они тебя спрашивают а можно ли как-то присоединиться к твоей сфере деятельности это в голове останавливаешься прогоняешь весь тот стресс который ты пережил во первых ты думаешь это вот палка о двух концах это отчасти мне кажется медвежья услуга потому что в общем в становлении микрос любого трейдера есть прям большой большой фактор случайности ну случайности вот что попадаешь на определенный рынок на определенные обстоятельства именно не становление а в скорости становления я бы так сказал потому что я знаю тоже должна быть случайности удача помноженная фактор это то есть сто процентов я согласен но он должен тоже быть очень сильно помножен на то какое количество усилий ты прикладываешь для того чтобы его реализовать ну все так все тогда только я не как бы в некотором смысле фанат генетического детерминизма то есть вот любой любой признак популяции он так или иначе детерминирован генетически и если случайности играет какую-то роль то главная случайность которая должна сыграть это вот те факторы наследственного характера которые позволяют тебе допустим принимать правильные решения в стрессовой ситуации которые позволяют тебе не обращая внимание на стресс на тильт восстанавливаться да то есть там это хладнокровие способность критически мыслить в ситуациях когда ну твоя природа этому полностью сопротивляется и многие другие вот такие параметры очень сложно сочинен и там среды вокруг тебя средовых факторов вот и к сожалению то есть это я знаю например есть много опытных трейдеров про в силу того что они обладают рядом как бы исключительных качеств такого рода личностных психологических они опираясь на свой личный опыт убеждены что любого человека или почти любого можно обучить этой профессии я считаю что это просто в корне неверно это в корне не так это вот чему-то можно научить большинство это так например ездить на самокате или там водить машину это как бы простая механика автоматизма которые доступны в общем любому здоровому человеку дееспособному но вот если мы зададим себе вопрос а можно ли например из каждого среднего человека сделать ультрамарафонцы или нельзя или это все-таки дано людям исключительно каких-то качеств врожденных вот или очень редких встречающихся в популяции качеств вот я думаю что скорее всего трейдинг как любая сверх конкурентная среда я бы даже сказал гипер конкурентно потому что здесь нету порога входа это доступно всем и каждый может себя проверить насколько он может с этим справиться они очень чувствительны эти сферы вот к таким вещам именно наследственного характера которая человека никаким образом не зависит вот ключевая ключевой фактор удачи который имеет место вот именно этот это именно фактор наследственность мне кажется я как например вот нельзя сделать из среднего человека пилота истребителя потому что у него нервная система должна реагировать на изменения окружающей среды так быстро как развитие в среднем человеке просто невозможно им просто на физиологическом уровне недостижимо недоступно после ходит 100 жизни потратить человек от него будет лучшие учителя лучшая база которая так возможно это никогда не будет достигнута также нельзя сделать и случайного человека например там чемпиона по спринту чтобы он обогнал усейна болта сколько бы жизни у него не было ваша разница на физиологическом уровне будет настолько колоссальная что сама возможность физиологического ее преодоления не будет доступно я хочу высказаться в защиту во первых работяг во вторых вот этого эголитаризма в трейдинге потому что на самом деле у него такая очень максимально доступна но я знаю я говорю я я высказываюсь в защиту эголитаризма потому что мне кажется что вот этого правый детерминизм в общем я наблюдал в своей своей жизни очень много наоборот а примеров допустим вот наш есть общий знакомый с костей не буду называть его имя но он достаточно возрастной уже у которого очень долгий период времени не получалось абсолютно ничего и я думаю 99 процентов из людей на его месте просто бы забили давно учитывая то что у него и был заработок в другой сфере но вот он был настолько воодушевлен этой сфере что он продолжал ничего не получалось как я понимаю и в какой-то момент вот эти приобретенные навыки открыто вырабатывал себе это я это нужно конечно все индивидуально рассматривать но я бы не хотел расстраивать работяг я думаю чудо возможно я бы очень хотел расстроить работяг я считаю что чудес не бывает касательно вот этих примеров я конечно слышу эти голоса я конечно уже знаю что там люди пишут или говорят друг другу говорят да ну нет но терпение и труд все перетрут все мы там все преодолеем ограничение нет и все такое проще но вот мы должны задать себе вопрос а сколько вот из людей действительно их средовые факторы так сильно их сдерживали что получи какое-то послабление они вдруг вырываются вот в другую качественную категорию ну да и популяции десятков тысяч попытается там на дистанции в три года даже вот если в моменте до человек преодолевая эти ограничения у него начинает получаться вот на дистанции в 35 лет он будет в том же месте о котором мы говорим или в другом выше или ниже как и вы и самое главное вероятность положение этого она будет мне не одинаковая вероятность оказаться ниже при точке с которой мы его наблюдаем в текущий момент гораздо выше чем если он окажется ну как бы по другую сторону и я хотел бы сказать еще что это не не какой-то вот блеск самолюбия года через ваш навали еще чего-то начали упоминал что ну огромное количество стресса депрессии апатии все это как бы пришлось преодолевать это большой труд и все прочее и без этого никуда то есть это не то что ты какой-то там элитный сверх человек вот и все взял и смог это в любом случае даже талантливые люди сильно талантливые люди они вынуждены огромное количество времени ресурсов психологических там временных тратить на это дело но ну да да все так и издержки будут разные все так и есть ну и вот вот это ключевая мысль которая я бы хотел сказать касательно именно я хочу продолжить можно я расскажу немножечко тоже в защиту как выразился антон работяг в общем у меня все-таки есть статистика определенная по там по ученикам и прочее и давайте скажем так вот о чем говорит марк это на сто процентов применимо и на сто процентов является правдой по отношению к человеку который приходит торговать и через какое-то время становится топом которого замечают знают о котором наслышанные на чьи скрины молятся если он там делает и так далее и который закрепляет за собой эти позиции за на очень длительном промежутке времени в 3 в 5 в 10 в 15 лет или как какой-нибудь там перец например на промежутке в 20 лет допустим да вот это сто процентов правда но спешу успокоить очень многим между человеком который начинает торговать и вот этим топом о котором все знают о котором все наслышаны которые реально красавчик существует очень очень большое количество ступенек и вполне вероятно что вот это вот третья ступенька например там или вторая или неважно любой уровень допустим вот на этом промежутке на который вы можете прийти он на сто процентов перекрывает все ваши текущие возможно даже частично будущие потребности то есть условно говоря вот этот частичный уровень он десять раз лучше чем тот то место этот уровень на котором вы находитесь сейчас сейчас до заработная плата которую вы получаете то работает там любимое или нелюбимое на которой вы работаете и так далее и очевидно что сюда дойдут очень очень немногие но вот сюда что уже в 10 раз лучше чем вот чем вот это место на котором люди находятся сейчас дойти может гораздо большее количество народов и прикол в том что вот это количество народу мы не знаем не слышим и они как бы ну они как бы такие очень как бы сказать практически не существующие то есть это человек который фармит там пару тысяч себе в месяц зарабатывая в день там по 100 200 долларов и плюс минус там 50 30 50 100 долларов отдавая и этих двух тысяч долларов ему достаточно просто с головой для того чтобы не ходить каждый день на работу не просыпаться рано не там общаться с всякими коллегами не рыть могилы на край на худой конец и прочее и прикол в том что вот об этом количестве народу мы не слышим их как бы не существует к сожалению но на самом деле это так и вот этот пласт он достаточно серьезный и привод общем выводе о том стоит ли человеку идти в трейдинг надо брать его во внимание опять же я не защищаю позицию надо или не надо я считаю что попробовать волен каждый если ты не попробуешь ты не узнаешь есть определенные аргументы почему не стоит идти в эту сферу очевидно я согласен полностью со всеми аргументами которые марк привел но есть определенные плюсы за которыми стоит идти и как я уже сказал во внимание надо брать не просто что человек придет и станет топом а что человек придет и будет просто зарабатывать два раза больше чем на работе но при этом мне не хотят вот что я хотел сказать да давайте я скажу свое мнение в общем я так подытожил мне кажется вообще с марком еще очень интересно будет обсудить какую-то связь трейдинга и нейробиологии скажем так потому что он очень увлечен этой темы это сильно очень интересно слышать и просто его рефлексии на эту тему слушать я вспомнил вот она все что-то говорил про генетический детерминизм там в трейдинге и все с этим связано мне вспомнилась такая аналогия что вот про женщина шахматистов вот что ну 2022 год сейчас поражения в правах у женщин как такового практически нету ну в таком западном цивилизованном мире и на протяжении всей истории нет ни одного ни одной женщины такого гроссмейстера сильной которая бы была там в топ-10 условно говоря шахматистов всего мира по сравнению с мужчинами одна была топ-9 хорошо но я к тому что это не это не массовое явление это и это скорее исключение из правил так или иначе и собственно на этот вопрос любой фильм сообществом ответит но что типа его не было потому что мы 500 лет поражены в правах естественно нельзя было участвовать сами соревнованиях но вот мы можем видеть что весь 21 век они правах не поражены и они не могут просто они генетические не так детерминирован и у них не способен мозг адаптироваться так этой игре на таком уровне но в чем собственно итог что существует женщины гроссмейстер и сейчас которые играют которые играют ну ну наверняка на высоком уровне которые занимают там топ-30 топ-20 ну да в таком уровне грächlich они играют они не могут стать наверное они не могут достигнуть сверх результаты и впереди мне кажется это абсолютно конечно ситуация, как говорил Костя, просто с этой аналогией, что, наверное, генетически детерминирован твой потенциал. То есть ты... Я в корне не согласен абсолютно, потому что человек, достигший звания гроссмейстера, неважно, мужчина он или женщина, это выдающийся человек, то есть выдающимися данными обладающими же де-факто. А где он как бы в иерархии гроссмейстеров находится, это уже как бы вопрос сверхталанта, уже как бы на уровне гениальности. То есть какой-нибудь Магнус, он по уровню игры, ну он многократно превосходит всех, кто сейчас существует, вот именно на концептуальном уровне. И, ну, вообще говоря, шахматы очень слабо коррелируют с уровнем интеллекта. Они больше коррелируют с пространственной памятью, с способностью колоссально запоминать вещи. Но это же все равно генетически детерминированно должно быть. Ну, конечно. Ну, так вот, аналогия заключалась в том, по сравнению с трейдингом, что вы, условно говоря, можете стать женщиной-шахматистом, даже если в генетически без их. Не сможете. То есть, ну, женщина-шахматист, которая вот стала гроссмейстером, она как бы выше в популяции, чем вот 99,999% всех остальных людей. Именно уровень гроссмейстера. Если мы говорим уровень, допустим, первого взрослого разряда, то тут, как бы, ну, какая-то есть такая вот вещь. Но первый взрослый разряд и не то, что гроссмейстер, даже мастер, это принципиальная разница в уровне игры абсолютно. И, ну, ладно, ладно, ладно. Мы не будем тогда этот депресс разводить, как бы, я... Подбодри работяг, ну, ё-моё, что-то... Не, работяги, как бы, это... Для работяг не будет ничего вдохновляющего, я не знаю, ну, как бы... Благо, у меня нету ни каналов, там, ни каких-то телеграммов, ничего такого, где могут набежать крестьяне с вилами и факелами и просто выгнать меня куда-нибудь. Вот. Поэтому я могу свободно выражать эту свою идею. Ну, то есть, да, ну, как бы, нужно понимать вот что, что... Вообще говоря, любой человек, у которого есть какая-то предрасположенность к чему-то, он это точно знает заранее всегда. То есть, вот... Если человек сам выбирает вид спорта, например, в котором он хочет развиваться, он идет туда, где он уже знает, что он имеет какую-то, как бы, склонность, что, например, отмечали окружающие, что он быстро бегает, например, или что он какой-то очень сильный, вот, как бы, сильнее, чем большинство в его окружении. Так, пока ты не ушел из тему тогда, давай, а какие бы ты склонности отметил вот в трейдера? Да, вот, кстати, интересный момент, раз уж... Как ты считаешь, вот, с чем должен родиться человек, что у него есть предрасположенность заниматься трейдингом? Да, я вначале немножко это затронул, но в первую очередь это способность сохранять холодный рассудок в страстовых ситуациях. То есть, вот, большинство людей в страстовой ситуации, они реагируют, как предполагается, как бы, живой природой. Это три реакции, три вида реакции. Бей, беги или замри. Вот. Это такой примарный, примарные реакции, такие базовые, естественные. Но вот способность, как бы, использовать высшую нервную деятельность, как-то сублимировать и сохранять здравый рассудок в ситуациях, которые требуют от тебя, как бы, повышенного внимания в условиях повышенного же риска, вот это качество, оно такое очень сложно оформлено. И там, если бы мы, допустим, попросили какого-нибудь генетика или там биоинформатика выделить какие-то конкретные гены или участки генов, которые, вот, отвечают за ассоциированного с такими качествами, никто бы тебе ничего, конечно, такого бы не назвал, потому что это вообще очень сложная задача ассоциировать какие-то гены с конкретными какими-то свойствами организма. Это очень редко, когда получается сделать. Вот. Но, тем не менее, как и все, любой признак в популяции, в организме, это неизбежно генетически детерминировано. Само по себе это с небес никуда не сойдет в человека. Второе, например, это толерантность к риску. Вот толерантность к риску очень важна. Ты затронул эту тему касательно женщин. Мы тут три белых мужика, конечно, сидим, обсуждаем то, как непрерывающие женщины в правах. Это очень весело. И это мне очень нравится. Мы давайте продолжим, конечно, это делать. Вот. Но суть какая? Суть не в том, что женщины, они какие-то глупые или там они глупее мужчин. Суть в том, что их психика разная. Я этого не говорил. Я прошу сразу на меня. Я не говорю, что ты это говорил. Я говорю, что природа этих различий, она не интеллектуальная. Она скорее касательно специфики. То есть, например, у женщин гораздо лучше, гораздо эффективнее получаются вербальные коммуникации, чем у мужчин. Поэтому вы чаще встретите женщину-риэлтора, чем мужчину-риэлтора, например. Или там женщину-продажника, чем мужчину-продажника. Это статистически гораздо чаще получается даже в разных странах, где там эти гендерная разница полностью стерта, типа в Дании или Швеции, или в Норвегии. Там даже получается такая ситуация полностью противоположная. Это то, что, например, в современной социологии известно как гендерный парадокс. Вот вроде как вы всех уравняли в правах, но дифференциация между классическими мужскими профессиями и классическими женскими профессиями не просто осталась такая, как была в консервативных каких-то там патриархальных обществах. Она даже увеличилась. То есть люди еще сильнее дифференцировались по этим признакам. И что касается женщин-шахматистов, то тут все очень просто. Дело в пространственной памяти. Это эволюционно гораздо сильнее развивающийся признак у мужчин в силу характера их поведения в прошлом. То есть вот самца там ранних приматов, начиная от проконсулов, заканчивая поздними Homo habilis или Homo sapiens sapiens. В самом характере того, как они вели себя, что способствовало распространению генов в популяции, им нужно было ориентироваться в пространстве, принимать какие-то решения касательно того, как перемещаться и где искать пищу. Это все очень сильно завязано на памяти и пространственном мышлении. Это ключевой фактор успеха в шахматах. Все видели, наверное, эти шоу, где очень высокого уровня гроссмейстер играет с закрытыми глазами в шахматы с одним человеком или с несколькими людьми. Это не касается никакого там высокого IQ, высокого интеллекта. Это касается способности построить эту модель у себя в памяти, у себя в мозгу. И с ней, с этой моделью в памяти как-то апеллировать к ней. Ну и это просто естественно будет, что в популяции у мужчин будет большое преимущество вот в этой характеристике. И возвращаясь к вопросу о том, что важно, с какими качествами важно быть в трейдинге. Первое – это способность быстро принимать правильные решения в стрессовой ситуации сохранять хладнокровие. То есть это вот хладнокровие, способность сопротивляться эмоциям. Второе – это высокая толерантность к риску. То есть вот без способности принимать убыток, рисковать своими непосредственно, своими деньгами, своими средствами, здесь вообще делать нечего. То есть это… Я встречал в жизни людей, которым сама идея убыточной сделки невыносима. То есть вот на каком-то базовом уровне. И несмотря на то, что это риском, скажем там, не знаю, 20 рублей, это ну просто, ну, немыслимо. Я не буду закрываться, я дождусь, пока сделка вкатит, я хотя бы ноль закрою, но убыток я никогда не закрою. Никогда не закрою. Или, допустим, не такой радикальный пример, но тоже часто встречающийся, когда человек говорит, ну все, мне показывают такой убыток, который уже невозможно закрыть. То есть там, вот он, например, понимает для себя, что он в этой сделке отдаст 2% от депозита, но вот покажи ему, резко какой-то пролив случается, какой-то участник начинает наставляться, выталкивает цену, допустим, до 4%, это какой-то эксцентричный случай в его там карьере, и он просто, у него ступор, он не может нажать кнопочку, ничего не может сделать, хотя это единственное правильное решение в этих обстоятельствах. Не ждать, когда вкатит, не ждать, когда отключится робот, не ждать кто, не ждать все. Просто сделать, что от тебя требуется. Вот маленькое сокращение указательного пальца. Все, больше от тебя ничего не делай, не требуется. Но это на принципиальном уровне, опять же, сделать уже невозможно. Я напоминаю про 3 реакции, да, бей, беги или замри, его человек выбирает замереть, просто вот дрожащей рукой держать палец над мышкой и все, и ничего не делать, пока его не ликвиднет или пока он не расколдуется и не закроет вместо там 4% убытка 40% убытка или больше. Вот, то есть вот по сути два ключевых параметра, без которых ничего не сделать. Первое, это вот способность принимать правильные решения быстро и сохранить кладнокровие в стрессовых ситуациях. Второе, это толерантность к риску. Постоянная способность брать на себя высокие риски. И делать это тогда, когда это максимально правильно. То есть вот мы все знаем ситуации, да, которые с высокой математической вероятностью будут исполнены в вашу пользу. И самая частая ошибка трейдера, уже который что-то умеет, он уже зарабатывает, он уже понял техническую сторону вопроса. Это то, что не повышает объемы в этих обстоятельствах, в этих ситуациях, просто не повышает. Хотя это и раз за разом эти сделки в связи с их высокой вероятностью закрываются им в плюс и он думает, что у него все хорошо. Хотя на самом деле это очень плохо. То есть он просто не вырабатывает тот потенциал, который имеет. Он недозаработал гораздо больше, чем получил за весь предыдущий период торговли, если бы он с самого начала понял, где нужно рисковать больше. То есть какими суммами, как риск-менеджмент свой выстраивать в этом смысле. Вот не выработка тех ситуаций, которые этого требуют, это такая же большая ошибка, как просто их игнорирование. Вот и все. А вот эта самая выработка, она тоже генетически детерминированная? Или это именно та часть, которая, за которой действует ты как личность? Это уже такой фенотипический эффект. То есть на самом деле детерминированы только эти качества. То есть способность человека к риску. Вот может человек... Все, я понял, я понял. Я не могу. Хорошо, давай тогда от урока биологии немного, наверное, разбавим трейдингом. Ты говорил, что ты подготовил пары, тройку своих каких-то сделок так, чтобы показать примерно, чтобы понимали, как Абадыч торгует. Я думаю, это будет как раз актуально на тему того, что ты говорил. Потому что в целом это супер актуально. Давайте, у нас еще там, у нас еще подвисла тема психологии в том числе и тема... Тема психологии в том числе и еще два совета новичкам, помимо того, чтобы не приходить в трейдинг. А, я забыл просто просить. Да, ну как бы главный совет он как бы уже дан. И следом за ним, если уж вы как бы сподобились на эту авантюру, то... Ну, есть банальные вещи, типа не шортите пампы, да? Это... Ну, это может казаться банальным, но это действительно... Ну, вот ваша способность просто... Смотря на то, как вот так вот растет палка колоссальных размеров, и ничего не сделать при этом, это... Ну, больших трудов стоит вам, а самое главное, это сохранить вам деньги. И нервы, и... Ну, да, вот... Не шортить это очень важно, но поискать точечку где-нибудь там на продолжение, это тоже имеет место. Это можно. Это можно попытаться. Как бы лонг — это надежно. Это надежнее, чем шорт, скажем так. Вот... И... И второе — это сконцентрироваться на том, что у вас уже получилось. Вот если говорить о продуктивных советах, вот первое — это касающиеся технической стороны вопроса не шортить пампы, или хотя бы не делать это просто, исходя из простого факта того, что что-то сильно выросло. Вот если вы просто видите, что выросло или сильно упало, это не причина лезть в эту сделку, то есть принимать торговые решения. Должно быть что-то еще, наверное, да, все-таки. Это первое — продуктивное, что я могу сказать тем, кто попытается. Второе — это концентрироваться на том, что у вас очень хорошо получается. То есть первое — это специализация, это очень важно. Вот что нужно понять, как можно раньше. Большое количество примеров людей, которые торгуют что-то... Что-то одно исключительно, например, только пробои, и они давно очень обеспеченные люди, ни в чем не нуждающиеся, и давно как бы в этой профессии. Они не собирают валу, они не ищут роботов, они там не берут откаты какие-то, не ловят ножи, ничего. Они делают только пробои, и больше ничего. Есть люди, которые торгуют только валу. Вот они имеют только собирать валу, только этим занимаются, и все, пробои у них не получаются, пересиживать ничего не получается. Им важно маленькие короткие сделки большим количеством просто набирать. И вот чем раньше вы поймете то, что у вас лучше всего получается, тем быстрее вы и качественно вырастите, и получите тот уровень жизни, который стоит того, чтобы этим заниматься. И это важно понять, что делать, а чего не делать. Это одно из самых важных вещей в трейдинге, в принципе. Понять, что нужно делать, а чего делать не нужно. Вот для вас в частности. Вот лично для вас в частности. И сконцентрировавшись на том, что у вас хорошо получается, это же поможет вам и вырасти над собой, как профессионалу, и восстановиться в случае эксцентричной какой-то ситуации, в случае ликвидации или большого лося. То есть вы постоянно напоминаете себе, что все то время, пока этого не было, у меня получалось. Вот я смог благодаря своим навыкам. Значит, я смогу еще раз, потому что трейдинг – это не работа, это ремесло. Вот вы как гончар или как художник, вы делаете то, что у вас хорошо получается. И все. Вам сожгли мастерскую, например, вас спиздили все холсты и краски, но это не лишило вас навыка. Вашего ремесла это вас не лишило. Альтернатива утки. Вы просто как бы немножко потеряли во времени. И все. В общем, не приходить в трейдинг, не шахтить пампы и делать то, что понимаешь. Найти то, что получается. Найти то, что получается и делать то, что получается. И максимально на этом сконцентрироваться. Максимально, насколько возможно. Это касается и повышения объемов в этих ситуациях, контроля риска money management и всего прочего. Отлично. Я считаю, что это три отличных совета. Мы немножко затянули, судя по чату, с обсуждением генетического дисформинизма и женщин в трейдинге, но в целом я считаю, что это отличное. И я знал, что туда нельзя было наступать, но я наступил случайно. И женщин в трейдинге так мало именно из-за низкой толерантности к виску. А я вот знаю, кстати, одну. Знаете, такое животное лиса? А мы все ее знаем. Ну, как бы, есть причина, понимаете, почему женщин в трейдинге одна на спу. Женщины более дисциплинированы, чем мужчины. У них нет желания доказать, что они правы такого же сильного. Совершенно верно, так и есть. Но причина этого дисбуланса, вы не поверите, тоже генетически детерминированная. Короче, в итоге мы приходим к тому, что если изначально сложилось так, что мама не пила, не курила, и ты родился трейдером, то ты родился трейдером. Мало, этого мало. Да, там на самом деле, я не думаю. Это в смысле, ну ладно, раздувай, раздувай, хорошо. Раздувай, ладно, раздувай. Кстати, вот есть признак, например, я вот начал говорить о том, что человек с юности, с детства понимает, что у него хорошо получается. Есть как бы косвенные данные, которые могут служить таким тестом высокой вероятности того, что у человека что-то получится в этой области. Это как не смешно будет, это онлайн-игры, например, особенно соревновательного характера. Потому что это ключевой навык, который требуется от человека в киберспорте соревновательном, это быстро принимать правильные решения. Единственная разница, которая есть, это то, что вы должны работать в команде там, а здесь это все-таки индивидуальная такая вещь. Но сам навык, он очень хорошо как бы коррелирует вот с успехом в этой области. Кстати, вот ты сравнил с киберспортом, есть вообще как по твоему мнению профессии, которые коррелируют по определенным, скажем так, критериям с трейдингом? Бизнес, например. Хороший бизнесмен может стать хорошим трейдингом? Нет, не может. Не может. Потому что все, что есть у бизнесмена... Разные боли, влияния. Да, ну вот что у бизнесмена должно быть, это вот так же толерантность к риску. Но одной толерантности к риску мало. Без способности действовать быстро, быстро обрабатывать информацию, какие-то потоковые данные, без умения как бы тройки-то паттерны, ну ничего не получится. Я имею в виду паттерны своего поведения. Не какие-то на графике что-то рисовать, это как любой обезьянный может научить делать. А вот на конкретно какие-то рабочие вещи, которые у человека получается, как бы их запоминать и фиксировать, это, к сожалению, никакой бизнес классический, я имею в виду вне финансовой среды. Он этому не научит, конечно. Это немножко, ну не немножко, это значительно разные вещи. И мы, наверное, с вами все знаем примеры людей, которые заработали деньги трейдингом и попытались что-то сделать в реальном секторе. Ну и чем это в итоге обернулось? Наверное, тоже все прекрасно понимают. У меня таких примеров тоже есть. Поэтому как бы я бы предостерег людей ряды иллюзий, что если вот вас, например, вам так повезло, что у вас все получилось в трейдинге, наверное, все-таки остаться в рамках финансовой среды и пытаться здесь дальше как-то развиваться, в чем есть в реальном секторе. И тот же совет я бы дал, конечно, людям из бизнеса, у которых что-то получилось, там, открыть какую-нибудь сетевуху маржинальную, быстро вернуть свой капитал, и вот они получают какой-то доход там с минимальным управлением, насколько это возможно, в рамках классического бизнеса. И они решили, что вот, все, я познал как бы природу денег, все эти money flow, короче, все это мне стало доступно. Сейчас как-то возьму, еще я как бы всех этих воротил биржевых на кукане. Это иллюзия, которую нужно издать себе. А вот ты никогда не хотел открыть какой-нибудь оффлайн-бизнес? У тебя же наверняка уже есть средства. На какой бы ты хотел? Не в плане, я спрашиваю, наверное, не про идею с точки зрения маржинальности и денег, а про идею с точки зрения твоего желания. Вот я всегда, допустим, хотел галерею себе или что-нибудь такое. Ну, галерея это сложно слишком. Я не про торговый центр, я про... Ну, мы уже оба знаем, что откроют копания. Кладбище. Бюро ритуальных услуг. Ритуальный бизнес слишком криминализирован в России, чтобы заниматься. Я бы сейчас стрипух открыл. О! А дашь промокод в лигу какой-нибудь? Конечно. Если когда-нибудь соберутся, тогда конечно, да. Как-то получается, инвесторски можно будет. Да, можно мы на сидраунде зайдем, будут какие-то пресейлы, что-нибудь такое. Мы потом обсудим за рамками. Хорошо. У всех на трусах будет QR-код, и ты просто с трасс-вольтом ходишь вот так вот. Ну, слушай, вы уже накидываете такие идеи, прям очень такие бесплатно по всем. И при этом я обязательно все это запишу. QR-код на трусах, это лучше здорово. Это очень так прогрессивно. Прогрессивно. Но трусы же определенное количество времени на ней находятся. Тоже нужно понимать. Это тоже ненадежно. Нужно тату выбивать. Да, тогда как у Дока, как у Дока вот здесь татуировку. Ну, можно к нему, конечно, еще. Ну, ладно, это мы уже... К нему. Двигаемся, может, немножко. Не забываешь, что это белый мужчина? Так нельзя говорить. Ну, мало ли. Может быть, я только выгляжу, как белый мужчина, правильно? Важно видеть то, что я чувствую. А как ты вообще из себя идентифицируешь? Как медведя с пасекой. Как карамельного медведя. Да, мы перейдем к критической части трейдинга, чтобы Марк рассказал, собственно, какие сделки он использует. У него действительно не самый обычный, наверное, трейдинг. Он такой... Да, заурядный, самый заурядный. Не вопрос, не вопрос. Есть, на самом деле, много еще интересных тем для обсуждения, но окей. Давайте, когда закончим с темой начала торговли. Единственное, давай, наверное, единственное, вот, чтобы точку поставить. Основные результаты у тебя начались примерно с лета 2020 года, правильно? Наверное, с 2021 все-таки. С 2021 года. Именно, как бы, в деньгах, если судить, в общем уровне, ну, какого-то скилла, наверное, все-таки с 2021. 2021. Все. В общем-то, тогда на этом можем подытожить. Нигде Марк не учился, ни у кого не учился торговать. Все сам, все потихонечку, своими шишками, своими граблями. Окей. Давай тогда, Антоха, веди. Пробежимся по практической составляющей, чтобы немножечко разбавить. Детерминизм. Вот. И потом тогда раздуем немножечко другие темы, потому что их еще много по нас плывало. Плюс, я думаю, еще вопросов накидают. Марк, собственно, давайте. Извольте рассказать, где денег поднять. Ну, мне надо экран затранслировать. У тебя, да, около красной трубочки есть начать показ, и ты можешь выбрать, какой экран показывать. А пока ты выбираешь, в общем-то, наверное, основные вопросы, это ты можешь в целом вкратце описать свой подход к трейдингу. Что ты торгуешь? Пробои, отскоки, валу, все вместе, есть что-то любимое, нелюбимое и так далее. Пока ты выбираешь на экран. Как я уже говорил, да, важна специализация. Важно понимать, что ты можешь, чего ты не можешь, что у тебя получается, что не получается, да. И торгую в основном я две, ну, там, два контекста, да, рыночных. Это сбор валы, про сбор валы я очень много говорил на стримах в октопусе, если кому-то это интересно, можете там посмотреть с примерами, там, и со всем прочим, там, с видосами. И второе, это пробой уровней. Вот, то есть есть еще, как бы, исключительно редкие моменты сильных проливов, там, когда биток палится, например, пациентов на 20. Это, как бы, выносим за скобками, потому что это очень редко, когда случается, и это, как бы, навык на тренированный сбитмикса. Вот, и поэтому у него нет смысла как-то, ну, попытаться, тестаться объяснить. Ну, и вот, в основном это, да, это две ситуации. Слушай, кстати, давай пока, чтобы не затягивать, я какие-нибудь такие у тебя темы спрошу. В общем, на самом деле, вот, мы три человека сидим, и наша часть уникальность заключается в том, именно нас, трех людей, в том, что мы все торгуем по разным скринерам. Вот, так момент софта затронем, пока ты настраиваешь, ты можешь кликать, просто слушай, отвечай на вопросы. Просто вот, допустим, я не знаю, у меня так издревле сложилось, что я использую скальпстейшн. Происходит в том, что я тебя перебиваю по поводу скальпстейшна. Не-не-не, Марк, тебе надо включить экран в Google Meet, не в DC. А, в Google Meet, е-моё, шо-шо-шо. В DC можешь отключить, чтоб не мешало. У меня, в общем, просто как-то так сложилось издревле, что я использую скальпстейшн. У меня есть настроенные скринер лиги, где я там смотрю какие-то плотности и все такое, но, я не знаю, у меня просто уже привычка, вот, как-то, мне я с ним сроднился со скальпстейшном. Костя, я знаю, что использует скринер лиги на полную, собственно, Амбассадорова, и в этом. Я, в принципе, ничем другим не пользуюсь. Ну вот, а Копатыч, он использует октопус, и он такой приверженец октопуса, потому что вот там вышло же недавно обновление с картой рынка, и она ему, я так понимаю, очень сильно зашла. Вообще, расскажи, почему именно октопус? Так, ты меня, погоди, сначала ты мне скажи, как здесь трансляцию, я нажал эти три точки, и что нужно? Слева от трех точек есть начать показ. Стрелочка вверх. Все, 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 да. Слушайте, дальше окно, либо экран. Все видно? Да, все видно. Так, что, сначала про октопус. Ну, октопус, это не сказать, что скринер прям, это скорее какой-то фильтр, ну, даже не то, что фильтр, а просто ориентир, типа, вот, для меня, как бы, классические скринеры не совсем актуальны, потому что я там торгую конкретные вещи очень, и часто скринер, ну, он просто запоздает. Торгуешь конкретные вещи, прости, что опять останавливает тебя, это, например, что, что можешь не показать скринер, а показать октопус? Ну, высокую волатильность, в основном, то есть, у меня просто важно знать, что сейчас там высокая волатильность на инструменте, у меня этого, это совершенно достаточно, мне не нужны уровни, я их увижу, ну, после, после того, как они просто сами с собой сформируются на этой высокой волатильности, я уже как бы буду в рынке. Ну, то есть, тебе именно в вашем, вот, это показатель НАТРа, да, в октопусе? Да, ну, НАТР, объемы торгов, все прочее, то есть, вот эти данные конкретные, вот, и уведомления по этому параметру, они мне очень важны, то есть, там, опять же, это вопрос о том, что торговать, что не торговать, что делать, ничего не делать, да, то есть, я считаю, что человек на определенном уровне, допустим, когда он уже имеет, допустим, какие-то средства для того, чтобы, ну, ну, жить, да, чтобы, у него нету задачи, что вот если я сегодня в этом месяце не заработаю, я не смогу прожить там следующий месяц нормально, то есть, если это степень какая-то свободы, то важно очень сильно экономить свое время, то есть, не сидеть ПКД за мониторами, а приходить работать тогда, когда есть необходимый для этого контекст. Ну, это, как бы, дискуссионный вопрос, да, я говорю о том, что работает конкретно для меня, я знаю, что если я буду именно в рынке, каждый божий день, там, если есть какая-то минимальная активность, то моё КПД сильно снизится в ситуациях, когда я должен буду, ну, работать на все сто, вот, просто из-за моральной, там, психологической утомленности, вот, и в этом смысле, Октопус, в частности, вот эти его алерты на повышенную активность, там, волатильность, они очень сильно меня спасают, Я знаю прекрасно, что сейчас тут контекст, когда я могу работать и показывать все, что я, вот, там, мой максимум, там, на текущий момент, вот, я не выгоревший, я, там, не замученный стрессами и пересидками какими-то, и тильтами, там, всем прочим, вот, я максимально работоспособен, вот, в этом смысле мне, кто-то сильно помогает, ну, вот, теперь возвращаюсь сделать, ну, вот, классик, который я торгую, это скрин, увеличим наших скрин, пожалуйста. Это, пробой, я вот не помню уже, когда это было, что за монета? Это, да, это дневной лой 04, это дневной лой 04, я помню. Да, это, вот, это было, обычно, то есть, там, те, кто со мной торговали, например, или, там, общались со мной, знают, как я торгую, они знают, что я набираюсь частями в рамках диапазона, определенно, то есть, вот, мой обычный сетап, как бы, идейная сделка на пробой, это набор частями, определенным образом, то есть, я не набираюсь в рамках рейнджа на all-in, например, на свой, я набираюсь на 40%, таким образом, чтобы потом, когда к границе рейнджа, или, там, к первому локальному уровню цену поджимают, я докидывал в зеленку до рабочего объема, вот, там, это подход, его, там, ну, широкое такое объяснение, если просто не знаю, имеет смысл это все объяснять или не имеет, но суть вот такая, что я частично набираюсь в рамках рейнджа, когда к верхней или нижней границе проторговки или какого-то локальному уровню подходит цена, я докидываю до основного объема в зеленку и дальше уже управляю позицией, либо скидываюсь и добавляюсь, либо частично скидываюсь, да, вот на этом скрине видно, что я докидывал объем уже, вот, в рамках, там, пробоя первого локального лоя и, там, частично фиксировался, это последняя пачка и фиксировался на вкате, хотя потом, насколько я помню, уже очень плохо это все помню, но развитие движения продолжилось дальше, но меня это уже, как бы, не сильно в момент волновало. Так, ну, это вот типичный, да, меня шоколый пробой. Как пробойщик пробойщика, когда, в общем-то, ты торгуешь чисто импульсы или любишь постоять, потянуть? Я стою и тяну тогда, когда, ну, как бы, контекст этому соответствует, то есть, если я понимаю, что, ну, какой-то сетап очень такой широкий, там, дневки какие-нибудь, четырехчасовики, если... Ну, вот здесь как раз дневки, я прошу заметить, Ада, это дневной уровень, очень сильный, да, насколько я знаю? Да, сильный очень влог был, да. Ну, да, да, ну, вот, меня смутило то, что очень сильно начала вкатывать цена, там, возвращаться в этот, границам этого рейнджа, я подумал, ну, сейчас это Ада, опять же, сейчас он войдет в свой диапазон, начнет он снова накапливаться, потом только начнется это движение, ну, вот, как правило, часто можно увидеть, да, эту ситуацию, когда есть какой-то наторгованный уровень, цена его пробивает, вкатывает, возвращается в рейндж, и только потом вот так стекающей, такой наклонной линии начинает дальше развивать свое движение. Я думаю, что вот что-то подобное произойдет, сейчас вот этот первый импульс, мы его закроем, начнется рейндж и дальше развиваться движение в шарты. Ну, вот, получилось, как получилось, там просто началось такое стекающее, переходящее в импульсное такое вот падение. Так, прости, давай я по этой сделаю вопрос, мне интересно, я просто тоже, когда пробиваю такие импульсные уровни, я стараюсь набраться где-то в этом рейнже, так сказать, в базе, на каких-то экстремумах этой базы, ну, на противоположных экстремумах этой базы. И, собственно, вот, если говорить в... я не про объем спрашиваю, а про объем в соотношении, вот эта первая часть, которую ты накинул в проторговке, это какое от процентов тут? Это вообще, это копеечка, это, по-моему, процентов 10 или 15. Я планировал, что, ну, сам рейнджик будет подольше, то есть вот он там какие-то локальные хаи свои там обновит, и там что-то докинулась, потом в рамках этого середины этого рейнжа вернется и снова что-то докинулась, и потом уже вот на пробои будут добавляться. Ну, получилось, как получилось, то есть там. Ну, собственно, давай, прости, что пробиваю, я вот сразу первый вопрос, который будет у ребят, это вот на ту первую часть, условно, на процентов 15-20, которые ты заходишь в пределах этого рейнжа, как ты регулируешь этот стоп, когда ты понимаешь, что мы этот рейндж пробили и ушли, или когда ты не видишь какой-то активности? Ну, вот расскажи свои мысли, как ты действуешь в тот момент, когда ты зашел в рейнж, ну, и начинается не по твоему сценарию. Да, смотри, вот от чего я отталкиваюсь. Я отталкиваюсь от своего риска на всю пачку, которую я набираю в диапазоне. То есть вот мой типичный объем в сделке, в пробое, там, на среднеликвидных монетах – это 250-300 тысяч долларов. Соответственно, вот 40% я набираю в рейнже – это 100 тысяч долларов в среднем. Вот риск берется на эти 100 тысяч долларов. На 100 тысяч долларов риск 1% в среднем, вот в рамках рейнжа. И, соответственно, то, сколько я могу, допустим, пересидеть или там, где я, в каком диапазоне я могу набраться, зависит от того, ну, какой частью этого объема я уже участвую в сделке и где цена находится относительно этой части. То есть, допустим, вот я зашел вот этой первой частью здесь. Поскольку риск мой отчитывается на процент от 100 тысяч, а не от 10, а не от 15 тысяч, мне не важно, сходит ли она на процент выше или нет. Потому что для меня еще остается вот эта ситуация. То есть, раньше сохраняется, сценарий сохраняется, и вот пока у меня остается запас, как бы, по стопу, я буду набираться. До тех пор, пока не пойму, что сам сценарий ломается, либо пока риск в рамках вот этих 40% от рабочего объема не начнет приближаться к этому уровню в один процент. А какие для тебя факторы того, что сценарий ломается? Это вот по простому просто цена не идет? Нет, нет, нет. Это то, что мы все знаем и видим, все прекрасно понимаем. Например, как человек понимает, пробойщик, что будет пробой уровня по-любому, в 9 случаях из 10, вы видите, что цену поджимают к уровню, допустим, если мы говорим про лонговый пробой, быстрее, чем ее выдавливают ниже. То есть вот у рынка уходит больше времени на то, чтобы выдавить цену ниже вот этого уровня, который вы хотите пробить, чем вернуть цену обратно к этому уровню. То есть вот эта активность в направлении лонга, она интенсивнее и заметно, прям ощутимо выше, чем активность участников шорты. Вот вы понимаете, что их постоянно продавливают, продавливают, поджимают, поджимают. Вот это то, что скальперы называют бурление в стакане, оно имеет направленность конкретно, вот конкретный дисбаланс сил одной стороны над другой. Вы это видите и по стакану, и по поведению участников в стакане, по ленте. То есть это как бы сравнительно очевидные вещи, особенно если актив ликвидный и волокильный. Вот тут то же самое. То есть если вы видите, что в рамках рейнджа, да, вот какой-то ваша идея зайти на продолжение движения, и увидите, что несмотря на то, что цену поджимают, в данном случае этот сетап сломался бы, поджимая цену к шортовому уровню, выдавливают цену выше, в лонге, гораздо быстрее. То есть возвращают цену обратно в этот диапазон. Постоянные подрывы вверх, вверх, вверх. То есть ее постоянно откупают, откупают. То есть при первых же попытках каких-то с большим трудом продавить цену ниже, ее резко, несколькими там принтами или за несколько секунд возвращают либо в середину диапазона, либо к верхним границам этого диапазона. То есть вот, конечно, в моменте есть серьезный дисбаланс в отношении лонгов, например. И это, ну, уже не соответствует вашему сценарию, что вы должны быть на стороне тех, у кого больше. Ну, я понял, я понял. А графический столб ты ставишь, вот, допустим, по 4700 хаек есть, вот, ты, допустим, за него ставишь стоп за 4700. У меня, как правило, нет. То есть, как правило, нет. Потому что часто бывает так, что, ну, заходит этот экстремум, а мы вкатят обратно. То есть, ну, ты ничего не дает, это просто сборка ликвидности, в моменте. И все это с какими-то там, либо с случайной фруктуацией рыночной, либо какими-то конкретными участниками, в зависимости от того, насколько вообще инструмент ликвидный. Вот. И все. То есть для меня это, ну, мало чего значит. В редких случаях я ориентируюсь там на какие-то графические паттерны в этом смысле. Ну, вот, просто за хай, стоп, не ставишь. Нет, нет, не ставишь. Вот. Ну, вот это, если вкратце, то есть, вот, мои ориентиры, это тот объем, в котором я уже участвую. Это риск на первую пачку в рамках рейнджа, и это активность по стакану и ленте. Так, что там дальше у нас? Антонова, ты сделаю. Ссылку закинули в чат для людей, которые в DC посмотреть не могут. Закинь в телегу себя. Прости. Я говорю, ссылку в чат Слава скинул для тех, кто в DC не может смотреть. Закинь, пожалуйста, в телегу к себе. Хорошо. Марк, сделки? Да, да, да. Так, я сейчас на секундочку буквально отойду, пока Маркс девочка выбирает следующую. Сейчас я тебе ссылку дам. Как бы нашел несколько комедийных сделок, они будут чуть попозже. Так, сначала база, бейзик, как бы, бейзик прогоню. Слушай, давай пока, чтобы не заставиться. Расскажи, вот была же, ноябрь был достаточно волатильным месяцом. В отношении ходил в доги, ходил в ФТТ. Как вообще ты оцениваешь свою отработку? Ну, ты немного воспрял духом после этих движений? Ну, немного-то воспрял, конечно, но в целом, как бы, потенциал нереализованный. Остался там. Ну, какие-то деньги, как бы, заработаны, но не те, которые надо зарабатывать на этом движении. Вот. Типа, ну, хорошо, что я участвовал, но плохо, что участвовал так, как участвовал. Надо было... Ну, то есть, это все равно, типа, вот, твои личные какие-то, да, цели, которых ты не достиг. То есть, ты, условно говоря, хорошо отработал, и это сопоставимо с предыдущими профитами или не сопоставимо? Нет, ну, это вот именно что-то сопоставимо с предыдущими профитами, а должно быть не сопоставимо. То есть, вот такие ситуации, ну, как бы, не... Слушай, не знаю, это специфический вопрос, должно быть или не должно быть сопоставимо. Очень сложно показать, мне кажется, какой-то экстра уровень на условном доге, когда ты находишься в затяженном боковике. Ты отчасти теряешь этот механический навык даже сбора волны, механический навык, там, вот, увеличения, там, пирамидения какого-то объема ситуации и прочего-прочего, потому что, ну, ты просто угнетен боковиком. Хотя, ну, естественно... Ты уже не готов даже, ты не веришь в эти движения, мне кажется. Я же говорил, что, вот, чем меня кто-то помогает, я же не сижу каждый день за компьютером. Я, вот, другую, ну, допустим, месяц не был активный, я вообще почти не торговал, я там занимался чем угодно, кроме трейдинга, там, как-то свое бытие устраивал. Вот, и я вижу, вот, есть там, Валада, есть там, и ситуации, которые я там отрабатываю, торгую и так далее. И, ну, то, что я был свежим, таким нормальным, отдохнувшим, ну, как-то недостаточно я, конечно, реализовал те возможности, которые рынок давал. Вот, и поэтому я, в общем, с собой недоволен. Я же говорю, я, как бы, никогда не получаю удовлетворение от профита. То есть, мне вообще не важно, я не чувствую разницы, я заработал я там 2000 долларов или 20 тысяч долларов. Я чувствую удовлетворение только от того, что, ну, как хорошо я или плохо, ну, в данном случае, если я чувствую удовлетворение, я чувствую удовлетворение от того, что я хорошо сделал свою работу, как, ну, профессионал, когда с технической точки зрения, вот эти сделки, эти ситуации, этот рыночный контекст, насколько хорошо он был отработан. Вот, и все. То есть, вот, от этого я могу какое-то удовлетворение получить. От чисто кого-то финансового результата нет. Ну, вот, мне кажется, вот мы затрагивали тему советов новичкам. Вот, мы вообще, наверное, в идеале это сделать в формат того, чтобы каждый из нас, возможно, отвечал на какой-то вопрос по очереди. Но, в общем, от себя бы я сказал, что мой главный, наверное, совет новичкам – это торговать на качество, а не на деньги. Вот про то, что говорит Копатыч. Отчасти, и я не думаю, что Марк торгует на деньги. Он торгует на качество сделки. Это очень сильно бустит тебя, как вот в плане ремесленника или в плане профессионала. Вот мы немножко затронули, да, этот вопрос того, есть ли какие-то преддикторы того, что может подсказать вам, стоит вам заниматься этим делом или не стоит. Вот мы затронули то, ну, благодаря чему вы можете предположить, что у вас что-то получится, но вот есть очень четкий такой триггер, понимание, что у вас точно вам нечего делать. Вот эта конфессия, вот совершенно, он совершенно очевидный. Это если вы получаете экстаз от прибыли. Вот если вы получаете экстаз от прибыли, а при этом вы почти ничего не чувствуете при убытках или как бы негативные эмоции несоизмеримо малы по сравнению с той эйфорией, которую вы чувствуете при получении профита, это значит, что вы лудоман и вы неизбежно сольетесь. Вот если вы на уровне личной рефлексии это за собой замечаете, то вам прям, ну, такой окситоциновый выплеск в мозг возникает при закрытии плюсовой сделки, и при этом вы почти ничего не чувствуете или такой вот, ну, в некоторой степени такой индифферентности к убыткам у вас, то, пожалуй, вам насколько быстрее, насколько лучше стоит заканчивать. Делаем, потому что вас неизбежно ждет воронка сливы, вот и все. Это вот точно, это почти гарантированно. Вот, ну все, возвращаемся к сделочкам. Это вот ПХБ, ПХБ нервы потрепал, он не ликвидный достаточно, и сколько-нибудь значительный объем, очень тяжело залить, но, ну, как бы, периодически что-то получалось. Вот это вариант сбора валы, сравнительно активный был. И это вот типовые мои сделки, то есть, ну, опять же, там, не знаю, сискальп это или просто так Binance работает, но вот постоянно вкрутка объемов мне немножко, так, немножко нервы тряплет, но, как бы, что есть, то есть, то есть, чем, что есть, чем есть. Как сискальп. Думаешь, сискальп, да? Я знаю, что это. Нет, это точно сискальп. Это как бы... Я знаю, что это сискальп на 100%. Ну, хорошо, ладно. Ну, вот, это отработка ПХБ, БСД. Мы не пошли выше, да, там, никакой активности в ланге не было. Соответственно, не идем в ланг, куда идем, идем, конечно же, в шорт. Вот, и какие-то свои типовые ситуации, которые я постоянно торгую при таких обстоятельствах, вот, я отрабатывал вот так. То есть, я не вижу никакого потенциала, там, в таких сделках, там, на 3-5%. Я знаю, что вот в текущих обстоятельствах цена с высокой вероятностью на процент полтора снизится. Это вот уже, когда локальная коррекция по нему пошла, это вот до... Это вот в момент, как бы, формирования вот этого сетапа. То есть, я думаю, ну, в соответствии с тем, что это вообще за актив, какой у него характер, сейчас вот в рамках этой локальной проторговки мы выйдем здесь, то есть, началась какая-то такая болтанка перед хайами, и уже их я буду пробивать отдельно, то есть, я не буду участвовать вот этим объемом, который заходил здесь, я перезайду в рамках вот файмеруешь. Почему не будешь? Почему ты не пробуешь с локалки стоять в хай? Какие признаки того, что ты перезайдешь? Да, самое главное, это сам характер, вот, сам характер актива. То есть, вот, что PHP, что этот, как он... Ну, мы сейчас вернемся к тому, забыл, как он называется. АМБ? Не-не-не, этот... Ну, сейчас мы все равно посмотрим, у меня есть скрины. Очень вкатанные активы сами по себе, то есть, постоянно закалывают, вкатывают, там, никуда не развивается движение сразу, как ты его запланируешь. То есть, вообще, я заметил, это характерно для активов в паре к BUSD. Да, Lever, наверное, ты хочешь сказать. Lever, да, да. Да, ну, это на самом деле, это вообще, мне кажется, характерная черта таких low-cap, в общем. Они как будто бы ходят с целью снять ликвидность. Есть high, они его снимут, заколят. Есть low, они его снимут, вырастут, ну, типа... Да, да, типа того. То есть, допустим, если бы это был какой-нибудь доген активности, я бы стоял здесь и просто ждал бы развития, добавлялся бы близко к локальному уровню. Если бы не пошло, крылся бы в ноль этими патчками. Да, 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 да. В ноль или в какой-то там хоть сколько-нибудь контролируемый минус в зависимости от обстановки стакана. Вот. Но вот тут произошло как раз то, что произошло, да. То есть, я думал, что вот здесь начнется какая-то активность, какая-то проторговка. Вот в рамках этой проторговки, если я увижу какую-то активность участников в лонге по стакану, я снова начну набираться и там в идеале возьмут движение. Но получилось там микрозакол вообще непонятно чего в карты по дальнейшей коррекции. Вот предыдущая сделка, она уже... А нет, это, блин, запалился. Это комедийная сделка, она должна была быть позже. Вот. Вот это уже, ну, собственно, после вот этого вот... Ну, как бы, закола непонятно чего. Тут уже понятно, что развитие в ближайшее время никого не предвидится. И я уже ищу какие-то шорты. Вот. Так как я говорю, у меня... Ну, я не видел здесь какого-то развития сильного. Неизвестно, что могло бы происходить. Я знал, что в моменте, да, высокая вероятность того, что цена там опустится на эти там... Вот пробьет эти локалочки и где-то тут там заболтается. Меня интересовало только вот это движение небольшое. Слушай, а вот такой вопрос. Вот в этом твоем крабинге риск-реворд примерно один к двум. Я правильно понимаю, ну, судя по графику? Да-да-да, да, один к двум, примерно так и есть. Тут все, как бы, я большой противник очень этих убеждений касательно того, что... Я, кстати, тоже. Кальперская сделка, это один к трём минимум и всего прочего. Это может быть, как совет новичку, это имеет место, чтобы человек учился селекту, сделал какому-то невесту все подряд, чтобы он по каким-то качественным критериям мог вести свой дневник и все прочее. Да, но если у тебя есть какой-никакой опыт, ты прекрасно понимаешь, что ситуация, которая отрабатывается в 70 случаях из 100, неважно, каким объемом и каким соотношением она сделана, хоть там один к одному. Это даже в среднесрочной перспективе это прибыльная стратегия. Вот, и прибыльный подход к торговле. И, соответственно, если это соотношение, оно превышает один к одному, это вообще замечательно. И вот такие маленькие сделки, они как раз из такого разряда и есть. Слушай, смотри, Марк, у меня тогда такой вопрос. Что, скажем так, принуждает или призывает тебя, вот когда условный по ХБ просто флейтит и наторговывается, пытаться внутри этого диапазона какие-то сделки совершать, а не просто забить, поставить алерты под хаями, пойти заниматься своими делами и когда он будет под хаями, прийти и пробить сетихаи. Это отличный вопрос. И ответ на него лаконичный. Если вы понимаете, где вы можете заработать в рамках этого рейнджа, но этого не делаете, это просто иррациональный подход к торговле. Вопрос ведь не в том, чтобы брать на себя те же самые риски, как при больших идейных сделках. Вопрос в том, чтобы взять небольшое движение с небольшим риском, но на дистанции, если мы говорим про тысячи сделок, на дистанции в годы и годы, если вы просто исключаете, и самое важное, вы понимаете эти сделки, вы знаете, как будут развиваться эти движения, но вы исключаете их из торговли, концентрируясь только на больших идейных сделках, вы просто многое потеряете. Вот и все. То есть если бы статистически раз за разом большой перевес убыточных сделок был бы, какой-то неочевидный результат у всего этого имелся бы, то, конечно, да, то есть это имеет смысл это все исключить и концентрироваться только на больших сделках, которые получаются. Но если в моменте вы понимаете, что цена увеличится или уменьшится на какое-то количество процентов, но вы не представляете, как это повлияет на дальнейшее широкое развитие движения и просто исходя из этого обстоятельства не совершаете эти сделки, но это, мне кажется, немножко страдает ваш КПД в этом случае. То есть все зависит от человека. Если это эмоционально для него какое-то напряжение сильное, там психологическое, нервное напряжение высокое, и это как бы сказывается на том, как он будет в дальнейшем отрабатывать широкие движения, то надо думать. А если в конечном итоге это на вас никак не сказывается, но приносит стабильную прибыль, то почему бы и нет, и скорее всего даже, очень даже да, очень даже нужно этим заниматься. Так я хочу увидеть комитейную сделку, можно? Короче, ты, скажем так, просто дополняешь свою торговлю этими сделками. Да, 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 так и есть. То есть на этих сделках основные деньги не зарабатываются, все зарабатывается с пробоем в основном. Это комедийная сделка, я назвал ее, как же я ее назвал? Опасный момент. Опасный момент это называется. Вот, это опасный момент. Опасный момент был на RLC. Да, это шорт, да. Это шорт, да. Это шорт на RLC. В начале этого пампа, что там какой-то локальный завал был, чего-то там. Вот я уже не помню точно чего. Я от него там выставился какой-то там тысяч, по-моему, на 150 на какую-то там коррекцию небольшую. Но резко, как бы, резко увидел, узрел по кубочке, так сказать, невменяемого какого-то характера. И успел выйти в минус 1,2 процента. Опасный момент заключался в ликвидации счета, как бы вот здесь. Когда отключили шутки, например. Вот такой вот был опасный момент. Но, как бы, дисциплина моя, выработанная опытом слива счетов на шортах пампов, позволила мне просто, как бы, сесть, накреститься, расслабиться и наблюдать за всем происходящим. То есть в моменте рука дернулась, шатанули где-нибудь. Но каждый раз я дергивался тем, что, ну, как бы, средств слито уже очень много. На несколько квартирок, скажем так, неплохих на этих авантюрах. Вот, и, ну, как бы, рациональнее просто смотреть. Напомним, что пампы не шортим. Да, да, да. Нет, на самом деле, в защиту шортицов, вот, когда тебе запрещают шортить по рынку, то это один из триггеров того, что шортить надо. Ну да, только когда, вот, вопрос. Это да, но вот, по крайней мере, держите доброе время. Когда тебя пустят рыночные заявки, типа, просто дрочат на этот вопрос? Нет, ну, все же знают, как шортить, когда тебя не пускают по рынку, ты можешь это делать либо горячая клавиша в Syscalpy S. Это закрыть ближайшей лимиткой, либо просто отложками. Ну, самый простой способ. Ну, так или иначе, как бы, риски есть. Не то, чтобы они есть, эта сделка просто и называется один большой риск. Но, как бы, я бы не удержался, наверное. Не, я уже устал, если честно, уже подустал, как бы. И, ну, на дистанции, мне кажется, это, ну, в лучшем случае, это нулевая такая острота. Чисто вот, не знаю, каких-то эмоций набраться. Ну, там, в редких случаях, мне кажется, в какой-то плюс на большой дистанции, там, в годы ты выйдешь на таких и сделал. Не знаю, но, опять же, дискуссионно. Ну, в зависимости от того, я считаю, что тут, как бы, в зависимости от того, что это за памп. Если это просто условные, условные, очень активные покупки, которые ты пытаешься шортить, очевидно, что делать этого не стоит. Если ты шортишь, там, например, вот, когда там робот-покупаж, да, разошелся на спотах, ну, как бы, сейчас уже о нем, в принципе, спокойно, открыто можно говорить, но, тем не менее, вот он там разошелся на спотах, много толкал, соответственно, и там, пускай фьючи не так сильно росли, но это были значительные процентовки. Если ты, например, пытаешься шортить, понимая, что он где-то отключится и, ну, берешь адекватные риски, то это опасно, но в целом осуществимо, скажем так. Ну да. Все зависит от идеи конкретной. Но бывают у меня и такие, вот, девочки, она, по-моему, длилась часов. Часов шестнадцать, я не знаю, но надо посчитать тут часовые свечки. Это ситуация на АМХ. Я не знаю, вы торговали или не торговали. Там, вот, в диапазоне сорок четырех, после закола этого числа какой-то участник наставил очень большие лимитки в стакан на споте, на фьючи. Притом, при всем удалось залиться, по-моему, тысячи на двести пятьдесят или на двести в эту сделочку. И, ну, как бы, из предыдущего опыта торговли монетки, я понимал, что вот уже на этой свечке, там, в рамках этого часовика, то, как стекала эта цена, я понял, что, ну, как бы, в ближайшее время точно никакого лонга не будет. И принято было мною решение, как бы, задержаться, как бы, в этой сделочке. И в итоге что-то даже получилось заработать. То есть, там, вот, на этом лонге, когда начался разворот, я уже принял решение выходить. Вот, и, как бы, просто дотянул, что... Какие основания были? То, что это просто рандомный вылет, и он вернется обратно в диапазон? Или там были какие-то более глубокие основания для этого? Основания для выхода, конечно. Не-не-не, основания для входа. Ну, я же говорю, вот, закол, был закол 0.44. Не, ну, просто закол, это не соответственно. Нет, 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 он же говорит, что там был участник. А, я же говорил, только что я сказал, вот, закол, закол 0.44. После закола резко в споты на фьючи наставились большие объемы. Все, я понял. Вот, в шорт. И, параллельно с ним была лимитка снизу на фьючах, в которую я успел накидать объем. Вот, ее разъели до конца, и начался пролив. Вот, то есть, моим основанием был участник, выставившийся на заколе 0.44. То есть, он, видимо, выставлялся на закрытие своих объемов по фьючу и по споту. Но у рынка не было силы на то, чтобы это все реализовать в тот момент. Вот. И для меня это заслужило вот такой возможностью чего-то заработать. Вот, конечно, да. Какой... У меня вообще абсолютно безразлично закола там чего-либо то ни было, без каких бы то ни было оснований, кроме этого. Вот, здесь были конкретные объемы, в которые можно было и отступиться, и которые не пускали цены дальше. И причем, что удобно, и на фьючей, и на споте. То есть, вполне себе основания доходочные. Достаточно коротких стопов при этом все. Да. Вот. Такая была история. Вот это тоже. Такая вот небезызвестная монетка называется CRV. Большая моя любовь, как бы. Не знаю, сколько погорело тут нервных клеток, но погорело изрядно. Вот это вот такая сделочка в полный ноль, в абсолютный. Мне кажется, я единственный раз в жизни вижу, чтобы мне ТММ нарисовал просто абсолютный ноль. Просто работа проделана нулевая. Вообще. Вот и сделочка. Ну, как можно здесь догадаться, это попытка продолжения лонга где-то вот из этой зоны. Ну, мне даже там что-то показывалось, какой-то плюс, там я его не закрывал, надеялся на дальнейшее развитие. Ну, и в итоге закрыл просто в нулину, просто в ноль. В абсолютный, просто в круглый. Вот. Такая вот комедийная сделочка уже. Мило место. Так, это вот типичный мой стоп. Он выглядит вот так. То есть вот есть какая-то проторговка. Был какой-то хай. Из него на объемах цена выходит. Я жду какой-то откат. На этом откате пытаюсь набраться лимиткой. Набираюсь. Цену не... Ну, движение не поддерживается. Начинает с микропроливчика. Я вот здесь где-то кроюсь. Просто... Ну, просто вижу, что не хочет рынок прокатить цены выше. Ну, там, как видно, дальше все это отработалось в итоге. Ну, мне это уже не важно. У меня изначальный сценарий был поломан. Ну, я выхожу из сделки. Ну, вот. Есть? В комментариях нет? Все, движемся дальше. Да нет, в целом достаточно понятно. А в сам выход ты не заходишь вот с этих локалочек? Вот это? Вот с этих локалок, конечно. Ну, вот 69.50, например. Ты зашел здесь с откатов в продолжение, потому что ты говоришь, что уже был выход на объеме. А в сами локалки ты заходишь? Ну, как правило, нет. Редко захожу. Ну, я так понимаю, судя по тому, что я видел торговлю маркетом. Так, в такие локалки он, наверное, будет добавляться, если он стоит уже где-то вот. Условно, если бы эта сделка, его первый вход выгорел, оно бы не отстопило его, оно не пролилось так дальше, потом бы уже пробивало локалки сформированные, тогда бы он, наверное, добавился там. Да, если бы это была большая идейная сделка, то есть я бы ориентировался на локалки, как на зону добавления. Частями, как правило. Вот это вот, чем интересно? Конечно, эта сделка как бы не результатами в каких-то процентах, а в характере самого развития цены. Да, вот это один из моих любимых сетапов графических. Вот если бы это не был проганный ливер, что-то более вменяемое для дееспособных людей, вот, если бы ситуация сама бы отрабатывала лучше, и результат бы в ней был поинтереснее. Ну, как есть, так есть. Что здесь интересно? Это то, что вот был какой-то направленный рост, вот здесь он такой хуебенький, но какой есть. После него была проторговка. Затем вынос слоев, удержание цены, возврат ее в предыдущий диапазон. И вот, как правило, если мы говорим о лонговых сделках, то вот это обстоятельство, направленное движение, затем проторговку в каком-то диапазоне вынос и волоев, и возврат обратно в этот диапазон, ну, с высокой вероятностью говорит о том, что цена так или иначе будет продолжать лонговое движение. В данном случае просто из-за характера самой монеты, то есть, там, получили ли какой-то микроимпульс, ну, там, в общей сложности, здесь, наверное, процента 2, сняли эти хаи и вкатили обратно, но, как бы, результат есть, так или иначе. И особенно на ликвидных монетах, на больших движениях, вот это, вообще, для меня это ситуация на олын. То есть, вот, если я это вижу, то есть, там, на какой-нибудь шибе, я помню, много подобного было, вот, сильное такое направленное движение лонговое, в рамках него формируется какая-то проторговка, и у этой проторговки выносится лои, удерживается цена, возвращается в предыдущий диапазон, и вот эта вот точка здесь, конкретно, когда я заходил, или похожая на нее, то есть, где-то, вот, в рамках продолжающегося этого рейнджа в предыдущем диапазоне, это прям точка на олын для меня, вот, я, ну, серьезно бустил дипошку на вот этих обстоятельствах. Мне кажется, так ходил Sol во времена Pan, вот, я вспоминаю. Ну, вообще, вообще говоря, так ходит, ну, все, что на объемах, вот, неизбежно возникнет вот такая ситуация, если есть активные участники в монете, то вот эти этапы возникают... Да, здесь просто рыночно, рыночно понятны каждое движение. Вынос, вынос лишних участников, соответственно, возврат обратно в диапазон и вынос в обратную сторону. Ну, да, да, медленный набор, медленный набор, поджатие, вынос и, собственно, продолжение. Да, да, вот это один из моих самых любимых сетапов, то есть, если бы, я же говорю, если бы не этот самый ублюдочный актив, то ситуация отработалась бы сильно лучше. Это сделка интересна, опять же, не результатом в процентах или в деньгах, она интересна тем, что это октопусовский алерт. То есть, вот, небезыслежный Саша Ситник поделился своим алертом, который, типа, намекает на продолжение лонга какого-то в моменте. И поэтому ты зашортил, да? Не, это лом. А, все, извини. Да. И это вот была такая тестовая моя сделочка. Ну, там, в моменте выкупили цену, подставили лимитки, но я чисто вот затестить сам этот алертик. Зашел, ну, и вот что-то получилось. Ну, с тех пор... А это секрет фирмы? В чем заключается механика алерта? Ну, на чем она сам? Ну, на средних объемах, там, на удержание цены в диапазоне каком-то после пампа. Вот. И, ну, вот 4 из всего, там, наверное, за все время пришло штук, наверное, их 16, где-то халертов. Где-то штук 6 из них в итоге отработали. Но это не значит, что я, там, заходил в каждый из этих алертов. Там все-таки важно смотреть стакан, видеть участников, смотреть за лентой и просто графически, как бы, оценивать весь контекст. Но если, как бы, определенные параметры совпадают, то, ну, довольно неплохой такой алертич получился. Вот. Вот это пример дефолтной микро-зделочки на поле. То есть, вот, опять же, левер. Идея какая была? Исходя из катного характера самой монетки, я понимал прекрасно, что там любые заколы, неважно чего, уровни, локальных проторговок и границ, они почти всегда вкатывают куда-то. И вот в моменте, после шарта образовалась вот эта проторговочка, у нее есть локальные хаи, я просто выставил со лимитой на застрял, на сайте ликвидности за этими хаями. Вот застрял произошел, цена вкатила, я закрылся. То есть, чисто исходя из наблюдений за своим активом. То есть, вот, если бы была, опять же, другая монетка, не вот это ублюдство, я бы подумал много раз, как бы, делать так или не делать. Но если монетка вкатная, если сам актив вот такой характер имеет, то, как бы, это тоже грех не эксплуатировать. Вот такой ее характер движений. Там в часике спрашивают, а как ты понял, где лимитка выставляться? Ну, там просто по наблюдению. То есть, я примерно понимал, что процента полтора... Примерно по натру. Ну, дальше, процент-полтора обычно происходит этот застрял. Я выставляюсь, как правило, одной лимиткой. Вот, и, ну, как бы, ее забирает или не забирает, если я... Я вижу, что там... Вот если бы после секунды этого застряла цена не начала бы вкатывать, я бы тут же вышел. То есть, мне не важно, там, задержалась она, там, на 3 секунды и потом начала вкатывать, или задержалась на 5, начало вкатывать. Если я не вижу вот это вот, вот эта реакция, вот, застрял и резкий возврат обратно, то я просто выхожу тут же. То есть, ну, риск вот такой был. То есть, риск — это проскальзывание. Вот, вот такой риск. Так... Ребята, я отойду на минут пять? Это тоже вот дефолтный... Дефолтный мой стопак, как бы, вот он выглядит таким образом. Есть хай... Увеличь, пожалуйста, Капань. Есть хай, после направленного движения, да, была проторговка, поджатие к этому хаю. На импульс, на продолжение, либо на развитие ланга, то есть, начинаешь набираться. Ну, там, в итоге цену движение не поддержали, начали вкатывать, подставлять лимиты сопротивления, просто выходишь. То есть, ну, вот, в итоге сняли этот хай, откатили, и началось движение дальше. Ну, тоже вот дефолтный, совершенно заурядный мой стопак выглядит вот так вот, таким образом. Слушай, а ты тут стопишься... Почему, почему... Да, давай, сейв, давай, давай. Плохо слышно, очень. Плохо слышно? Нет, хорошо. Сейчас нормально. Ага, хотел спросить, ты вот в таких ситуациях стопишься в процентах, графически, по стакану, по ощущению, как больше? В процентах? Если ты на фулл пачку стоишь. Вот, если на фулл пачку, смотри, все, это как бы не ситуация на фулл пачку. То есть, на фулл пачку я набираюсь в диапазоне, в диапазоне, перед уровнем есть проторговка. Вот я в нем набираюсь, набираюсь, набираюсь и прибиваю, короче. Это, как бы, отдельный разговор. Я некоторое время назад говорил, имеет ли смысл вообще, ну, как бы, вот, рассказывать, как я вот большие идейные игробои совершаю, как именно происходит риск money management в этих ситуациях. Просто это, как бы, ну, есть определенный подход, как вот контролировать свои риски, там, в рамках набора, позиции, там, что делать в каждой конкретной ситуации. То есть, поскольку я, там, сотню этих сделок уже отторговал, у меня, как бы, до автоматизма доведены ряд, там, вещей. То есть, вот здесь, где просто ты заходишь какой-то, там, частью своего базового объема рабочего, здесь только стакан и проценты. То есть, вот, допустим, риск моей сделки здесь будет 0,8 или 1%, я видел, что просто не поддерживается это движение рынком, и зачем ждать 1%, как бы, что неизбежно произойдет, с высокой вероятностью, просто выходишь и все. Вот, я не помню, участвовал я вот здесь или нет, уже просто не помню. То есть, это не особо запоминается, если честно. Ну, вот. Ну, вот, опять же, тоже, то же самое, да, то есть, есть направленное движение, есть проторговка. Вот, там, вы видите, мы удержали, удержались у границ, там, нижних экстрамумов, и, там, вот, я из этой серединки, как бы, после удержания, вот, на этой свечке, если видите, да, такой четкий возврат движения обратно в рамках середины этого диапазона, и, вот, я ожидал какое-то развитие, таким образом, на пробое вот этой локалки я бы добавлялся, там, объем, и все прочее. Ну, это все классика, которую все прекрасно знают. Ну, смотри, тогда вот из этой сделки, хороший вопрос, прости, что я тебя перебиваю, хороший вопрос, не текает. Перезаходишь ли ты в ситуации, и если перезаходишь, то сколько раз? Перезаходишь, перезахожу, конечно, три раза, вот, три раза. В одну из мира заклассива, да, ну, чем интересно, да, вот, конкретная ситуация, я не успел, не помню, не нашел вот эту сделку, но я участвовал здесь дальше, то есть, вот, помните, я говорил про тот сетап, про мой любимый, да, вот, вы можете наблюдать здесь тоже, да, то есть, вот, было направлено движение, есть проторговка, сняли локальные лои, вернулись в рамки этого диапазона, и продолжили движение, да, ну, здесь, в данном случае, просто набился еще один хайок, все то же самое произошло, локальные лои сняли, но не вернулись до лоев предыдущих, и все то же самое, уже началось нормальное развитие этого движения с пробоями этих локалок, и, там, с перерисовкой глобального уже хая, то есть, вот, в этом всем я тоже участвовал, то есть, для меня это очень, как бы, такой приятный сетап, то есть, здесь можно участвовать объемами, опять же, доги позволяет, как бы, заливаться нормально, и вот, ну, и вот, где-то, вот здесь я фиксанулся, вот здесь начал набираться, здесь стопанулся, здесь начал набираться снова, и вот это вот движение я взял, вот это, вот это, вот, например, так, не знаю, есть у меня сделки еще какие-то, и нету, а, ну, вот, это чисто участник был, ПРСР, чел, чел, реализовывал свои объемы в стакане, просто выставлялся от него на застрел, тоже, по сути, на реализации его заявки лимитной по рынку, вот меня застрелило, из-за тыла мой шорт. А ты, а, подожди, ты, получается, шортил, выставлялся на отстрел снизу, а ты отстрел, ты выставляешься на закрытие через альт, или ты раскидываешься елочкой на закрытие? Ну, здесь, да, слушай, по-моему, ПРСР, там дальше был какой-то профилек или что-то такое, я просто в середину этого профиля выставился одной лимиткой, ну, потому что, если происходит застрел, а я понимаю, что... В профиле объема? Ну, да, 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 ну, там не что профиль объема, там локальная база какая-то была, ну, для меня это, ну, кто видел мои стримы, я знаю, как я торгую валу в, ну, там, в обстоятельствах, там, отбоя от таких локальных, проторговых профилей и так далее, ну, и вот, просто в середину этого диапазона и выставился, потому что, ну, как правило, вот если вы становитесь участником движения, которое формируется переставлением лимитной заявки и дальнейшим прокидыванием ее по рынку, ну, происходит то, что происходит, происходит застрел резкий, возврат цены, что тут и произошло, то есть здесь, как бы, не так имеет смысл выставляться со сеткой, потому что вас сетка, скорее всего, не просто не заберет на этом застреле, то есть, ну, это всегда какая-то такая примерная прикидка, то есть, там, получшество... Для примерной прикидки, вот, например, я, наоборот, веером ставлюсь, чтобы, если, допустим, он кинет, то у меня, может быть, не фулл сайз, допустим, заберет, а, допустим, заберет хотя бы часть, и остальное, там, окей, останется стоять, либо, допустим, если он кинет сильнее, чем я предполагал, то у меня заберет фулл объем и, может, даже больше, чем я бы хотел, например. Ну, то есть, вообще, любая торговля профиле объемом подразумевает заход сеткой, потому что, ну, это же неконкретная точка, это не уровень, а ты так или иначе... Это, ну, вот, я торгую сеткой только большие, большие профили, то есть, там, часовики, четырехчасовики, там, да. А если это вот в рамках какого-то локального движения происходит, у которого есть какие-то локальные свои ориентиры к проторговке, там, какие-то профили, еще чего-то, у меня другой подход, то есть, я, ну, я прикидываю, куда с высокой вероятностью почти точно произойдет застрел, и мне, как бы, не сильно интересно, произойдет он с гизунета ниже, там, или еще как-то. Мне главное закрыть вот эту мою пачку, как бы, не оставить висеть какие-то объемы нереализованными, потому что, как бы, я тоже пришел к этому не, там, это не во сне приснилось, то есть, это просто моя личная статистика, что если я выставляю сетку на локальных ситуациях, на локальных ситуациях, формирующихся вот какими-то участниках в моменте, то, как правило, у меня там остается 40, там, 30% висеть просто заявок объемов и все, то есть, это приходится открыть по рынку, как дает. Вот, как бы, для меня надежнее просто закрыться там, куда с высокой вероятностью, по моему мнению, произойдет застрел, и все, как бы, я, на этом я довольный, я, как бы, свою работу, как бы, я сделал для себя удовлетворительно. Вот, это вы, чисто, движение на участники. Это вот из, последняя тоже дефолтная сделка, просто на продолжение шорта, на... Сейчас там к профилю объема вопрос задают, а от поки торгуешь от скоки от поков? Я ничего, никакие индикаторы не натягиваю, я просто... Да нет, в целом пок это и есть профиль объема, просто пок индикатором ставит одну линию. Ну, я видел ее, да, но я знаю. Ну, там, как бы, ни одна, по-моему, или нет, там их три, что ли. Три, да, есть. ПОК, ПОФ, еще что-то. Да, я просто... Ну, я к тому, что смысл один и тот же, на самом деле. Ну, да, 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 то есть, я просто по графику определяю. Ну, знаю, да. Экзамен сдадим. Ну, вот, и это все тоже, да, как бы, дефолтная сделка. Единственное, что тут, как бы, проклятый PHB дал хотя бы возможность хоть какой-то объем, там, залить более-менее, там, вменяемый. Ну, вот, тоже дефолтная, совершенно заурядная сделка на продолжение движения на снятие лоев. После направленного движения в шорт. Ну, в целом, в целом, понятно. Просто это очень, мне кажется, полезная инфрация, чтобы люди понимали вообще, что ты торгуешь, чтобы твой слад как-то интерпретировать на твою торговлю. А вот ты говоришь, что ты не шортишь пампы. Ну, больше, стараюсь, больше, стараюсь. Я тоже не шортишь. Хорошо, хорошо, да, мы все не шортим, да, 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 до первого юнфи, ребята, давайте. Да. А если будет нож лонговый, ну, то есть, все будет падать, бетон будет падать, ты будешь пытаться найти какую-то точку? Как ты будешь это делать? Ну, расскажи. Ну, не то, что я буду пытаться, я буду это делать, потому что это то, с чего я начал зарабатывать на бирже. То есть, на скамах битка, как бы, я начал зарабатывать стабильные системные сделки, это именно скамы всякие разного масштаба. И здесь, да, здесь я просто ищу какие-то значительные зоны сопределения в виде каких-то проторговых, профилейных истории, там, на 4-6 секе, на дневке, и там в рамках этого дневки сначала выставляю с сектой, лимитками, потом уже по характеру слива, я смотрю на то, как бы, разумно я вообще выставился, неразумно, как мне надо под это, если есть, если дает время как-то под корректировать это выставление этими лимитками, и все, то есть, вот, конечно, да, конечно, да. Я понял. А ты, Костян, ну ты же тоже не шортишь пампу, ты берешь ножи в лонг. Ты про Юнфи пошутил, кстати. Я Юнфи шортил два раза, один раз закрылся в ноль, один раз в лосян, и понял, что надо лонгить, потому что она начала проторговываться на, там, 15-30 секундных графиках, дальше я лонгил вплоть до финального хая, поэтому я не могу сказать, что я шортил его в Тау, даже с учетом того, что я видел его почти сначала, вот. Почему не шорчу, потому что, короче, логика простая. Упасть оно может максимум на 100%, ну, кроме луны, а вырасти оно может на 1000, вот, поэтому не шорчу, и плюс, почему еще не шорчу, потому что наверх, гораздо чаще тренды формируются, и при этом тяжелее продают, при этом вниз тренды реже формируются, и легче откупают, и вот, поднимаю, да, поднимаю я всегда. Ножи, особенно, вот, ну, 21-й год, наверное, в целом очень значительная часть, очень значительная часть профита за 21-й год была в том числе сделана на ножах, совершенно разных, там их было много в целом, не только там какой-нибудь знаменитый 19 мая, да, в целом их было достаточно много, и да, я часто и всегда поднимал, либо, там, реже биток эфир, чаще какую-нибудь альту ликвидную, всякие ады, миры, XLM, ну, когда что ходил, а то и поднимал, в общем-то, вот. Поднимаю, я вот, вот, Марк сказал, что он раскидывается лимитками, я никогда не ставлю лимитки, вообще никогда, поднимаю только по рынку, если, и поднимаю только, либо, если инструмент падает сильнее остальных, то поднимаю его по непосредственно развороту в инструменте, то есть я не пытаюсь лой поймать, я пытаюсь найти торможение, разворот ленты, и когда он уже вот чуть-чуточку начинает отрастать, я, окей, возьму чуть больше стоп, например, за лой, но подниму, скажем так, с большей консервативностью, вот. Если падает весь рынок вместе на битке с эфиром, ну, буду посмотреть, либо лента быстрее развернялся, либо поводыри, и буду поднимать несколько инструментов, которые упали сильнее всего, соответственно, и куда можно объемы. Да, полностью поддерживаю все, что было сказано про лонговое движение, и напомню уважаемым зрителям и слушателям, что лонг – это надежно, прошу, обратите внимание. Лонг – это надежно, да. Так, это, ну да, походу уже все, закончились у меня сделки. А ты, Антоха, Юнфи шортил, я не помню твою историю про эту историю. Меня не было, меня не было дома, но я думаю, я бы зашортил, ну, сложно было бы его не зашортить, потому что... А, все, я писал тебе, я писал тебе. Да, меня не было дома, но Юнфи-то был принципиально ублюдочной ситуацией, потому что он до этого плюс-минус был активным в неделю, и он ходил максимально заколенно. Ну, то есть, он вырастал, сваливался. Оставь трастволи-то, донатов кинут. Подожди, 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 не выключай сделки. Верни сделки, пожалуйста. Сейчас я пару вопросов сейчас задам, там было очень много вопросов по одной интересной теме, и я бы хотел по всем сделкам пробежаться. Ты частично ответил на этот вопрос, ну, наверное, например, для меня, наверное, даже полностью, но все же. Какая конкретно, что нужно объяснить? Верни все прям с первой. Очень быстро пробежимся. Да, вопрос, пока ты возвращаешь, вопрос простой. На каждую сделку, в принципе, почти везде спросили, где бы ты в ней стопился. Можешь очень быстро пробежаться по каждой. Ну, мне кажется, он отвечал же уже. Отвечал, я же говорю, я для себя понял, как Копатыш стопится, но на каждую сделку практически был этот вопрос. Поэтому давай, давай, быстро пришел и прям пальцем ткнуть мышкой просто. Вот я бы тут стопился, потому что. Не, ну, мышкой, наверное, не получится, потому что я не ориентируюсь на лои, там, ничего, на такое. Я ориентируюсь на стаканы проценты. То есть на те деньги, которые я готов отдать в этой сделке. Вот, то есть есть сделки разные. Я же говорю, вот я две типовые ситуации торгую. Это большие идейные сделки, пробои какие-то, еще что-то где-то набираешься частями, там другой риск-менеджмент, другой money-менеджмент. Есть вот множество вариаций сбора валы. То есть в данном случае это какие-то локальные перелое, перехай, выходы из проторгового какие-то. То есть такие сделки с небольшими целями, но с высокой вероятностью исполнения в ту пользу. И, соответственно, в этих сделках тоже другой риск. И другой менеджмент и всего прочее. Вот здесь, например, я бы стопался, если бы я увидел опять же, что рынок не поддерживает это движение, что нет активности в покупке. И в районе 0,7-0,8% я бы уже стопался. Марк, мне кажется, ты не показываешь. Ты как? Не, не показываешь. Не показываешь? Угу. Сейчас. Да, теперь показываешь. Так, зарядились свинцом, поехали. Вот. В этой сделке я бы стопался 0,7-0,8% если бы, во-первых, не увидел движение в свою сторону, не увидел бы участников поддержку. Если… или я стопился бы раньше, если бы увидел интенсивное сопротивление в стакане путем рыночных продаж и лимитных покупок, лимитных заявок против меня. То есть я бы уже не знал, не знал бы никакие проценты, ничего такого. Процент это как бы ориентировочные границы, где я точно буду крыться. Стаканное – это то, где ты принимаешь решение в моменте. То есть если у тебя в моменте есть веские основания полагать, что твой сценарий разрушен, то что-то там цена не будет развиваться в твою пользу, то нет смысла ждать этих отсечек по процентам. То есть отсечка по процентам – это такая пограничная ситуация. То есть почему бы я… даже если бы 0,8% – это диапазон за вот этими лоями, то есть почему бы я не крылся за этими лоями. Потому что часто так бывает, особенно на неликвидных монетах, мы это уже обсуждали, что ну кольнет этот лоёчек и вкакит обратно, то есть тут же вернутся оно обратно. То есть это не ориентир для меня, особенно на неликвидах, на волье, на активности. То есть там часто такое бывало тоже, что там, допустим, вот у меня 0,8% – это вот здесь вот где-то, цена буквально, не знаю, кольнет этот уровень, буквально там только съедят эту лимитку, которая здесь стоит, и тут же просто возвращаются обратно в этот диапазон. И в итоге там цена реализуется вот по этому сценарию. То есть в маленьких сделках, опять же, да, вот вариант сбора валы любой, неважно какой, это всегда ориентир от 0,7% до процента. Это соотношение от 1 к 1 до 1 к 3, и это закрытие сделки в убыток по стакану и процентам. Вот, то есть у меня никогда нету, почти никогда нету ориентира на график в этом смысле. Дальше что там, не знаю, что еще может быть, какой может быть вопрос. Ну вот тоже самое, это уже продолжение этого движения. Вот первая сделка была вот здесь, вторая вот здесь, уже с другой стороны, как бы, этой всей ситуации. Вот, тут то же самое абсолютно. То есть я не ставлю стопы вот за этими, допустим, локальными хаями на минутки, да, я ориентируюсь на стакан и на его динамику, и на процент. Процент – это последняя отсечка, что важно понять. Процент – это просто последняя отсечка, если информация по стакану такая противоречивая, по которой нельзя там достоверно предположить, как будет развиваться цена. А ты телепортов не боишься? Ну, телепортов все боятся. Вот, а что касается телепортов, это отдельный вопрос, да, то есть по телепорту по каким-то резким интенсивным движениям против тебя, и тут нет никакой другой рекомендации, кроме просто эвакуации. Вот вы видите, что ситуация, она абсолютно непредсказуемым образом для вас развивается. Если вы ничего не понимаете в сделке, и если вы не понимаете, где вы оказались, лучшее, что можно сделать – это эвакуироваться из нее. Худшее, что можно сделать – это надеяться. Надеяться на что угодно. На манну небесную, на молиться богам своим, что все вкатит, что участник прокинул объем. Марк, это твоя любимая тема, я думаю, мы ее позже затронем на тему того, что надежда сильнее, чем страт. Но мы это обсудим чуть позже. Я хотел бы сказать, если тебе вообще задали вопрос по поводу сделок, по поводу твоего риск-менеджмента, у тебя же тоже не совсем тривиальный риск-менеджмент. Расскажи, я вот не помню точно, у тебя, я так понимаю, есть какое-то число в цифрах, после которого ты, я так понимаю, берешь hard reset себе, или как правильно сказать, какую-то паузу. Во-первых, про это расскажи, и пока еще вопрос, расскажи про свои аффирмации. Это тоже не очень, я слышал от тебя, это тоже не самый какой-то тривиальный подход к тому, что перед началом рабочей сессии у тебя есть такая некая аффирмация. Ну, расскажи. Ну, это не совсем аффирмация, это скорее, как бы, это предупреждение, вот, это, как бы, наставление самому себе. Ну, начнем с hard reset, да? Hard reset — это 10% убытка на депозит в день. Он только хвостом беляет, я такой счастливый, задал вопрос, хорошо. Это 10% убытка на депозит в день, и что происходит в таком случае, да, вот, ну, допустим, вы исполняете хуйню какую-то на рынке, раз за разом, ну, в каком-то расположении духа в таком вот интересном, да, когда охота денежку прослипсываю, и вот вы слили уже, допустим, 8 или 9%, а следующая сделка, вы заходите за 10% убытка на депозит или дальше, да, то есть просто одной сделкой вы за эти рамки выходите, и, ну, что нужно сделать? Во-первых, нужно купировать эти обстоятельства, да, даже саму эту ситуацию, не превратить ее в воронку сливовую, потому что она закончится после ликвидации вашего счета, в худшем случае, да, и для этого у меня есть такое правило, это называется «Правило последней сделки», вот, нужно собрать все, что осталось от вашей воли, как бы в кулак, оторваться от мониторов и, там, не знаю, посмотреть в потолок, шлакнуть лучше в окно куда-нибудь на лес, там, или на небушко, немножко попуститься от всего пережитого и сказать, что вот у вас осталось право на одну сделку. Это не сделка на лын, не сделка на то, чтобы вот вытащить и отбить все за один раз, это сделка ваша дефолтная, ваша базовая сделка по вашим ключевым, обычным, самым заурядным параметрам на самый нормальный заурядный объем. И вот если вы способны ее сделать, у вас остается запас прочности на то, чтобы продолжить торговлю, вот до той же самой отсечки. И, как правило, вот если у вас получилось сначала попуститься, а затем вот совершить эту, как бы, последнюю сделку, в кавычках, и вы, как бы, это значит, что ваше психологическое состояние, эмоциональное состояние еще достаточное для того, чтобы продолжать разумную торговлю. Вы способны сконцентрироваться, сфокусироваться, найти вашу ситуацию и просто ее отработать. Притом вы должны себе сказать, что если цена, ну, если все не начнет развиваться в вашу сторону, вы просто берете дефолтный стопак, самый базовый, обычный стоп и заканчиваете на этом. Все, на этом все закончено. Все, сегодняшняя ваша, как бы, сессия прекращена. И это замечательно, потому что… А если валахсилизе продолжается все высокая? Это значит, что только то, что вы проебете деньги. Вот и все. Это все, что означает. Если вы не способны совершить хотя бы одну нормальную, дефолтную сделку по своим основаниям в условиях, когда вы уже много потеряли, это будет означать только то, что вы будете увеличивать объем в ситуациях, которые вам кажутся, как бы, разумными, тогда как сам факт того, что вы не способны совершить хотя бы одну нормальную разумную сделку, говорит о том, что вы не дееспособны вот в текущих обстоятельствах, в текущем кондексте. А повышенная вала, она только усугубляет ваше положение. То есть больше возможностей многое потерять, и все. И быстро это сделать, главное. Да, так быстро, что вы даже не успеете осознать, что вот столько, что у вас было 50 тысяч долларов на счете, а теперь у вас два куриных яйца и одна шаурма, как было. Это единственное, что у вас осталось. И все. Больше у вас ничего нет. Вот и все. Если у вас получается сделать одну разумную нормальную сделку, значит у вас есть право еще на одну нормальную разумную сделку. И так дальше, так дальше, так дальше. И как правило, вот такой подход, он, если не позволяет, особенно на вале, там отбить все, иногда позволяет отбить все и даже выйти в плюс, но хотя бы уменьшить тот убыток, который вы получили. И это уже, ну, какую-то степень удовлетворения вы от этого получите, что убыток хотя бы не настолько невыносимый, как оказалось поначалу. И второй момент, касающийся этого, это он обратно пропорциональный. Это если вы заработали много. Вот вы много заработали для себя в рамках одной торговой сессии. И, ну, так психика человеческая устроена, что то, чем человек еще не обладает, он очень быстро к этому привыкает. Вы этого еще не имеете, но оно уже кажется вам вашим собственным. Вот то же самое касается вашего положительного PNL на счете. Вот вы видите, эти цифры, они еще не ваши, они еще не в реальном мире находятся. Они просто зеленая циферка на зеленом фоне. Теперь как бы вы относитесь к потерям в этих цифрах, так как будто вы уже теряете то, что было ваше. И чтобы эти обстоятельства не стали причиной какого-то слива значительного, то есть все, наверное, сталкивались с того, хоть сколько-то имеет стаж торговли, что вот вы хорошо заработали, вы какую-то часть значительную от этого заработка отдали, вы начинаете повышать объемы в надежде вернуть хотя бы к статусу кво предыдущему, да, вот эту сумму, и в итоге сливаете все, и еще и в минус уходите. Ну, это как бы база, это знать надо, так сказать. Вот, и чтобы этого не произошло, я, у меня есть по-равилу 30% профита. То есть вот если я так получилось, что отдаю 30% того профита, который считаю как бы для себя хорошим, у меня снова возникает вот эта одна сделка, право на одну сделку. Вот если я могу ее совершить, я снова как бы в рынке, я могу действовать дальше нормально. Если нет, то я просто беру то, что получается сохранить и ухожу. Вот и все. Вот это то, что касается моего подхода к торговле. Да, откуда взялась эта дисциплина, Марк? Она со временем выработалась в тебе или она откуда-то взялась изначально, там, из спорта, из твоего образа жизни вообще в целом? Ну, это вопрос. Тут причины две ровно. Первое, это действительно спорт. Потому что вот я многие, много времени потратил на рефлексии о том, что я занимался ерундой. Очень много времени. То есть я на профессиональный спорт потратил очень много времени. Ну, так я считал, что лучше бы заниматься было чем-то более продуктивным. больше в этом было бы смысла. Но позже, чем больше времени проходило, тем лучше я понимал, что профессиональный спорт дал мне те качества или развил во мне те качества, которые помогли мне в торговле. То есть не будь того бэкграунда в спорте, у меня не было бы такой дисциплины. Я бы терял гораздо больше денег, времени и нервов. И что вы знаете вообще, где бы я оказался в текущий момент. Это первое. А второе, это усталость. То есть я просто очень устал давать деньги. Просто нивелировать тот результат, который был достигнут. То есть вот усталость от раз за разом повторяющейся ситуации и необходимость что-то сделать. И второе, это вот бэкграунд в спорте. То есть из этого всего родился, по сути, вот этот подход. А сколько ты жмешь, Марк? А кто задает этот вопрос? Это в чатике интересует? Угу. Лучше ему рискаться в 85 килограмм. Без экипировки, да? Да. Я не перенаживаю экипировку, в принципе. Понятно. Ну вот. Это примерно больше, чем мы с Антохой вместе взялись. Ну да. Ну ладно, вот вернемся тогда к этому всему делу. Теперь что касается настрой. А собственный вес, Сколик, теперь точно в чатике спрашивают. Сколько вес собственный? Текущий мой вес 103 килограмма. На момент, когда я жалал 185 килограмм, я весил 97. Или 98 килограмм. Не помню точно. Ну где-то в этом меньше 100, короче. Больше 95, но меньше 100. Вот так. Вот там вот в пользу... Ну ладно, давай договори, а то в смысле собьешься. В пользу последней сделки там есть вопрос от Лехи. Ну короче, касательно вот настроя, да, самого себя. Вот опять же, это все вот эти подходы, то, о чем я говорю, оно призвано купировать негативные эффекты, да. То есть это большая работа, которая предстает каждому трейдеру, да. Это постоянно, ну как бы, найти способы справляться с этими обстоятельствами. И вот это то, что я нашел для себя, что для меня работает. Вот что касается как бы настроя, самого себя, то вот первое, с чего я начинаю сессию, это как бы проговариваю себя, что сегодня, вот сегодня, прямо сегодня я могу отдать там 10% депозита или больше. Это может случиться. Ну я к этому так к себе готовлю, что ну вот может так случиться, что я там, не знаю, фильтану, я начну исполнять хуйню, там, не знаю, ну по разным причинам это может произойти. И как бы проговорив это, ты уже заранее готовишься к тому, чтобы это купировать. То есть вот тебе легче прийти к тем способам вот оккупирования этих обстоятельств, которые я описал выше, легче этому, к этому перейти. То есть ты говоришь, ну я знал, что это может произойти, я знал, что это может произойти, я к этому был готов. Теперь вот мне нужно совершить эту одну сделку. Она у минусовой, я ухожу, не знаю, уезжаю в Трепуху бухать белого русского и баб лапать. Все, то есть у меня такой план действий. Или эти кто угодно, чем угодно еще начинают заниматься, не знаю, идет в зал, не знаю, играет в приставку. Чем угодно заниматься, лишь бы отвлекаться от этих как бы жизненных обстоятельств неприятных. Стрепуху, кстати, можно будет назвать карамель. Можно будет. Извини. Просто я подумал. Можно будет, можно. Я так понимаю, что после четырех часов трансляции мы потом еще созвонимся, еще примерно на четыре часа обсудить немножко идеи для дальнейшего ведения бизнеса. Уже неплохо. Уже как бы подкаст не зря. Там можно будет сделать, типа, допустим, в день смарт-лаба, там, скидки по бейджикам. Ну, такие приколы. Да, 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 конечно. Конечно, 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 все можно будет. Так, ну давайте, что там, какие-то. Добавил до аффирмации, Копадыч. А, да, да. Ну вот. Ты вот, я проговариваю себе, что я могу сегодня потерять 10% депутат или больше. Вот, то есть я так себя готовлю заранее. Что там, единственное, вот единственное, что от меня требуется, каждый божий день, что я, когда я сажусь перед терминалом на свое рабочее место, вот я как бы настраиваю себя ровно на одну вещь. Это не заработать деньги, а сделать свою работу так хорошо, насколько это возможно. Вот, насколько я это могу, вот так ей нужно сделать. Вот первая вещь, как все в трейдинге, да, вы должны исходить из убытков. И вот первая вещь, в которой ты себе говоришь, что я сегодня могу потерять 10% депозит или больше, чтобы как бы заранее подготовить себя к тем способам, которые позволят это оккупировать, там, дальнейшие потери средств. А второе, это, что моя единственная задача сегодня, ну, не закрыть день в плюс, там, не показать какой-то финансовый результат, а сделать свою работу так хорошо, насколько это возможно. Потому что день в плюс или там положительный P&L, это вообще говоря, нисколько не говорит о том, что вы сделали свою работу хорошо, потому что вы могли усредниться и вам повезло. Правильно? Ну, просто повезло, вот ты сделал полную хуйню, но рынок тебе подарил возможность закрыть твою хуйню в плюс. Говорит ли это о том, что ты сделал свою работу хорошо? Но скорее всего нет, это мы понимаем прекрасно. И вот из разговора, например, с Андреем Берецом, и он интересную вещь высказал, это о том, что вообще говоря, мастерство трейдера запишется в том, как выйти из хуевой ситуации. Вот из хуевой ситуации ты вышел, вот, допустим, показал тебе, там, не знаю, 8 тысяч баксов убытка, там, не знаю, при депозите в 50 тысяч, и, ну, хуевой ситуации вообще максимально, ты, как бы, потерял очень много, но ты собрался, ты сделал свою работу, ты, как бы, отбил часть хотя бы этого убытка качественными сделками по нормальным сетапам, и итоговый P&L твой минусовой, ну, ты сделал свою работу хорошо. Или, там, допустим, не повезло тебе, да, ты зашел в сделку, в свою нормальную, по нормальным основаниям, ну, и резкий, там, какой-нибудь пролив, какой-нибудь там роботос, участник прокинул, там, не знаю, 20 миллионов баксов по рынку, и ты вынужден был эвакуироваться из этой сделки. Это профессиональная работа. То, что ты эвакуировался из ситуации, в которой ты ничего не понимаешь и не соображаешь, ты не дал ей развиваться в катастрофу, это профессиональная твоя работа. То, что ты потом смог, как бы, купировать эти обстоятельства, ты смог уменьшить этот убыток своей профессиональной работой, это качественная твоя работа. То есть, несмотря на то, что ты в итоге закрыл свои деньги для отрицательной P&L, ты сделал свою работу так хорошо, насколько это у тебя возможно. Ты сработал как профессионал. Вот, и в этом с Андреем, конечно, тяжело спорить. Как когда-то говорил Саня Роккебит, это то, что опытный трейдер зайдет на фьючерс-гамака, потом немножечко усреднит фьючерс-гамака, потом еще раз немножечко усреднит фьючерс-гамака, а потом ему будет очень больно, но он закроется, а новичок превратит это в катастрофу. Так и есть. Ну вот, собственно говоря, теперь давайте к сделке вернемся. Какая там сделка у кого вызвала вопросы? Да, я думаю, это достаточно уже отвеченный вопрос. Я думаю, да, что по поводу стопов мы ответили на вопрос, что это стакан, точнее, изначально это примерное определение диапазона стопа в процентах от объема, на который ты стоишь, то есть, ну, по итогу, скажем так, плюс-минус определенного долларового стопа в этой сделке, соответственно, и дальше уже, сейчас Клев на твой вопрос ответил, и дальше уже, соответственно, предпринятие решения, исходя из того, что ты видишь в стакане. То есть, нет, чуть перевожу на более такой простой язык, без детерминизма и прочего, нет четкого стопа заранее, есть стоп по ситуации. Главное, чтобы он не превышал риск-менеджмент. Нет, есть как бы не четкий стоп, есть четкие границы для стопа. Ну, границы, но главное, чтобы он не превышал риск-менеджмент. Ну, да, да. Если ситуация разговаривается совсем непрогнозируемым образом, я просто слепо эвакуируюсь из сделки. То есть, там резкий пролив, резкий памп, застрел, телепорт, все. Я просто, я делаю все, чтобы просто закрыть эту сделку. Мне не важно, какой там убыток она показывает, еще что-то такое. Вот Леха спрашивает, ты когда последнюю сделку совершаешь, не появляется внутренний диалог после последней сделки, что вот теперь точно будет последняя. Что следующая сделка точно будет последняя. Мне кажется, это... А, я понял, я понял, к чему ты говоришь. Если вот, допустим, я дал себе шанс на последнюю сделку, и она пошла в убыток, я такой начинаю с собой компромисс. Что следующая точно последняя. Да, что вот этот внутренний компромисс. Ну, конечно, да. То есть, конечно, да, всегда есть соблазн, особенно если есть активность, это было на рынке. Это все уже только вас касается, то есть вы же не на суде находитесь, да, то есть вам не перед кем-то другим оправдываться, вам в итоге держать ответ перед своим собой. Вот мне, например, очень тяжело переживать обстоятельства, где я вот тебе сказал, что это все, но я пренебрег собственным, как бы, собственными границами. То есть, что это говорит обо мне, как о человеке. Я уже думаю об этом, а не о торговле, а не о деньгах. То есть я думаю о том, что человек, никто без своих принципов. Я уже в этих мыслях нахожусь. И вот это мне гораздо больше дискомфорт доставляет, чем любой убыток. И вот поэтому я придерживаюсь этого правила. То есть я знаю, вот, потом даже если у меня возникает в моменте какая-то мысль, такого рода, ну, тебе потом спать ложится, как бы, я потом с собой как-то, какое-то примирение надо искать. Ну, как бы, я такой человек, который на это закрыть глаза не может. Жесткий-то. Не меряйся, не меряйся с самим собой. Да, и второй еще вопрос был. Как планируешь свой торговый день, помимо аффирмаций? Есть план какой-то торговый дня свой? Нет, нету. Я просто проснулся, посмотрел, дальше видно будет. Да, я смотрю, ну, вот, есть когда активность на рынке. Значит, есть. Я там отбираю инструменты, смотрю уровни, смотрю ситуацию в стакане и все. То есть у меня, я заранее ничего не планирую, ничего такого не делаю. То есть, ну, раньше делал, вот, когда нужно было торговать каждый день, там, просто потому что, как бы, ну, нужны деньги и все прочее. А сейчас нет, уже так не делаю. Антоха, а ты можешь мой экран открыть в DC? Ты подключен к трансляции к моей? Твой экран открыть в Дискорде? Да. Ну, или через любой рестрим. Ну, да, и? Что это была за ситуация, люди спрашивают. Ой. Скринели еще. Я точно не помню, я помню, что это был эфир. А что именно, я не помню. Не-не-не, Антоха, эфир был после. Эфир был твоей финалочкой. Не-не-не, это и был эфир тоже. Я его потом уже почти отбил, потом была финалочка. Но это был тоже эфир, потому что это, посмотрите, какая комиссия. Такую комиссию только на эфире можно набить. Ну, или на битке. Там комиссия сумасшедшая. Я не помню, у меня бывало... У меня летом вообще был очень тяжелый эмоциональный период. Именно вот эмоции таких, ИРЛ-эмоции, скажем, не связанные по большому счету с торговлей. Ну, и торговля тоже так. Шатканевалка шла, хотя достаточно июнь был достаточно хороший месяц. Ну, а май был не очень. Ну, и скорее это просто мои какие-то личные загоны, что я, во-первых, начал торговать с плохого интернета, совершил какую-то сделку, подумал, что надо заканчивать, отошел, увидел, что что-то происходит, побежал опять и уже на какой-то экстра объем хотел это отбить. Ну, очень типичная, на самом деле, ситуация. Здесь нет никакой большой рефлексии. Я просто как-то совершил одну неудачную сделку, пытался ее отбить каким-то экстра объемом. Ну, и в целом вот так вот пошло просто колесо, наматывается этот моток тита. Я думаю, тут по большому счету нечего сказать. Ну, короче, моя именно психологическая ошибка. То, что я дал себе слабину вот какой-то в плане дисциплины, риск-менеджмента, у меня тоже как бы... Ну, я не помню точно, наверное, после этих ситуаций у меня уже появилась жесткая отсечка на убыток. После которого я как-то пересматриваю свою торговлю, делаю паузу, хожу. Но когда я начинал, у меня тоже было как-то со временем, на успехах, ты как-то забываешь об этом всем, о таких основах, о базе, о фундаменте тебя как трейдера, то, что вот у тебя есть какой-то там риск-менеджер. Ты раз на ластил, думаешь, да, чат, обьюсь, и полетело, 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 полетело. Ну, я думаю, вот все вот эти слова, касающиеся риск-менеджмента именно в отсечке дневной, в каком-то купировании этого всего, это все не так сильно чувствуется на бычьем рынке. А я отчасти... Ну, тот момент был такой переходный от бычки, это как раз середина лета, лета, это от бычки к вот такому велотекущему боковику, и как-то в этом велотекущем боковике ты не сразу вспоминаешь, собственно, таких вещах, ты понимаешь, что они есть у тебя, они у тебя были, но они не насущные, и, собственно, вот это и привело. Есть очень простой вопрос, который сразу даст понимание того, насколько человек внимательно или невнимательно следит за своим риск-менеджментом. Вот это вопрос и к тебе, и к Марку. Если вдруг в Сискальпе, в Тайгере, неважно где, на самом Бинансе появится возможность контроля рисков внешними путями, то есть установки риск-менеджмента, воспользуетесь вы им или нет? Нет. Я тоже не воспользуюсь, потому что, ну, крипта это слишком, это не тот инструмент. Бывают действительно экстраординарные ситуации, где происходит какой-то сумасшедший пролив, который говорит, тебе не повезло попасть, ты там отстопился, привыкся в свой лимит, но ты видишь ситуацию, ты хладнокровен, ты спокоен, ты понимаешь, что такое произошло, и ты видишь ситуацию, где это можно, ну, ты можешь заработать. Это просто нерентабельно, наверное. Хотя, как бы, ну, вот это сложный вопрос. У меня стоит алерт в ТММе, у меня стоит алерт в ТММе на то, что я превышаю свой риск. У меня приходит алерт, то есть в телегу и в ТММ о том, что я нарушил риск. И я просто, это как красный флаг для того, что там уже дальнейшие мои действия остаются только на моей совести, то есть на моей дисциплине, на том, что я сейчас нарушу свои риски, сейчас продолжаю торговать, потому что я просто хочу отбиться, и я просто червяк слабохарактерный, который не понимает, что происходит, и хочет просто отбиться и не видеть красный ПНЛ, или того, что я вижу действительно ситуацию, которую я понимаю, где я хочу поучаствовать. Понимаешь, что дело-то в том, что, когда я говорю, что, ну, это отсечка, да, по доходам или по стопу там на депозит, есть обстоятельства, когда ты, ну, что такое тильд, да, тильд, когда уже просто не отдаешь отчета своим действиям, то есть в этом обстоятельстве уже нет, ну, как бы, нет разницы, какие ситуации, потому что ты можешь их выдумывать, ты можешь их интерпретировать так, как будто они тебе понятны, и ты не можешь найти, как бы, в моменте эту разницу, действительно ли это понятна тебе ситуация, или ты просто ее такой считаешь. В этом и смысл этой последней сделки, что если ты способен ее совершить, значит, еще есть что-то такое рациональное, разумное в твоей торговле. Я вот еще чекнул чатик вебинара, Дмитрий Рябинский спрашивает, эвакуация равно сдача в плен. Ну, понимаешь, Дмитрий, а с кем ты воюешь? Вот такой вопрос, чтобы в плен-то сдаваться со здравым смыслом, тогда да, ты, получается, сдаешься в плен здравому смыслу, к великому счастью для вас с обоих, вот. А так нет, нет, это не сдача в плен, это просто разумное действие называется. Вот, а как бы ты охарактеризовал, почему бы ты не ставил себе отсечку в терминале на блок... Ну вот, потому что, да-да, типа, челы, если смотрели мои стримы на автопусе, я не знаю, да, что у меня есть такое представление, как вот техническая цена, рыночная цена. И вот часто бывает так, что просто биржа, исходя из характера своей работы, да, там, реализации, там, стопов, отложенных заявок и всем прочего. Она в моменте, в секунду может нарисовать какую-то цену, и тут же она вернется в свой, там, какой-то дефолтный диапазон. Но в рамках твоего, там, риск-менеджера это покажется основанием для закрытия твоей позиции. Вот, но это только одна, какой-то частный пример вот таких обстоятельств, где ты просто понесешь убытки в обстоятельства, которые этого не предусматривали. И, ну, чем больше ты отдаешь ответственности за свою торговлю, там, каким-то сторонним инструментом или сервисом, тем менее, как бы, контролируемым становится это действие само. То есть это крайне, по-моему, неразумно в профессии, где все зависит только от тебя одного. То есть где нет никаких гарантий, нет никаких там, ну, хорошо, Марк, а в пропах, вот, ну, в пропах во всех есть риск-менеджмент на ММВБ, как ты к этому отнесешься? То есть зачем тогда, ну, нет, хорошо, я понимаю, зачем пропы ставят ограничения, но, ну, тогда какое твое отношение к этому? Ну, в пропах, пропах отношения, ну, этот риск существует, потому что это бизнес, то есть пропы желают... Очевидно, пропы желают своими деньгами, конечно, конечно, я понимаю. Да, да, но мы же знаем с вами прекрасно, да, такое, там, какое ограничение, какое отношение у пропа к ограничению топ-трейдеров этого пропа, да? Чего просто пишет риск-менеджеру, говорит, да, блядь, расширь мне лимит, нахуй, что ты... Все понимают, все прекрасно, дай мне, не знаю, 2 миллиона покупай их способности побольше и все. И что ему дает? А потом он сливает эти 2 миллиона и говорит, ты еще дурак ебаный мне там, давайте, 2 миллиона, ты нахуя нужен, что ты там пропи, чтобы мне лимиты сверхнорму повышать, что ли? И вот таки этот риск-менеджер последний остается в этой цепочке виноватых. Ну, как бы, все понимают прекрасно, что этот риск-менеджер нужен для, как бы, новичков, для малоопытных трейдеров, чтобы они просто не превратили свой минус в фотострофы, там, в том числе, для компаний и прочего. То есть, для ведущих трейдеров, для профиков немножко другая ситуация, там, ну, вот. Ну, это разумный метод, то есть, будь я владельцем пропа, я бы, конечно, тоже вводил риск-менеджера, просто там понимание нужно, что с какого-то уровня начинается определенная гибкость, упропа к этим представлениям о рисках, и все, в отношении тонкой. А вот ты, Костя, ну, если бы была возможность такое ставить, сискальпи, условно. Нет, нет, я бы тоже не пользовался, ну, скажем так, я когда торговал активно, допустим, тот же ММВБ с ограничениями по просадке, я, в принципе, достаточно, скажем так, нормально к этому относился, но когда появилась возможность на крипте руководствоваться собственными мыслями на эту тему, то я, конечно, пересмотрел свое мнение на этот вопрос, и я бы тоже не пользовался, потому что, ну, в целом, у меня тоже в голове есть определенные рамки. Если я подхожу к этим рамкам, то я просто очень сильно меняю свою торговлю, либо очень сильно ее ограничиваю. Вот, поэтому, нет, в целом, я бы тоже не пользовался. Но, ну, есть люди, которым объективно это нужно, но тогда этим людям нужно не просто, скажем так, как бы сказать, не просто нужно техническое ограничение, а нужно вообще, в принципе, пересматривать подход к своей торговле в целом. Техническое ограничение, оно очень редко, когда кого спасают. Ну да, да, то есть там, ну, раз ты его ограничишь, если человек не выйдет, никакие там для себя выводы, он просто обрещен повторять эту ситуацию бесконечное количество. Ну, раз, то есть ты просто оттягиваешь во времени неизбежное. Вот это никаким образом там человека не сподвигнет развиваться, делать выводы, если, ну, он просто на это не способен, ты просто как бы оттягиваешь неизбежное все, таким образом. Но это важно для пропов, то есть вот профессиональные трендеры, они понимают просто, что человек не, допустим, ну, там, не обучаемый. То есть зачем вам ждать, пока он все деньги потеряет, когда вы можете ему, как бы, предупредить этот процесс, сказать, что ну, типа, извини, парень, или в редчайших случаях девушка, но нам с тобой, как бы, уже не по пути в этом смысле. Слушай, а еще вопрос, вот мы начали говорить на тему пробов и вот по поводу твоей биографии. Ты же, получается, никогда в жизни не торговал ММВБ, правильно? Нет. Я планировал там когда-то, когда начался скам колоссальный. В смысле, ты же через тимгов торговал ММВБ, что ты брешь? Я через тимгов и сейчас торгую ММВБ. А что ты брешь тогда? Ну, вот именно скальпинг ММВБ, для меня вообще неизвестная какая-то сфера, что там происходит, очень все необычно и я бы лучше бы не торговал никогда, я как-то посмотрю. Как будто бы есть такие моменты. Ну, я не соглашусь. Я как единственный из вас трех людей, который достаточно много торговал ММВБ в вопросах именно скальпинга, который, в принципе, с этого начинал, я не соглашусь. ММВБ это суперкрутая школа и все, что мы видим сейчас на крипте, уже когда-то было там. И я об этом либо слышал по рассказам, либо видел своими глазами. И когда на крипте появляется что-то новое, в чем людям, которые этого не видели, надо разобраться, мне всего лишь нужно вспомнить, как это торговалось там и гораздо быстрее, скажем так, эту ситуацию разложить по полочкам. Поэтому, ну, я не согласен. ММВБ это очень крутая школа, которая много дала. С тем, что ММВБ это крутая школа, с этим никто не спорит, и с тем, что как бы крипта проходит тот рынок, который когда-то давно проходил ММВБ тоже. Ну, я также понимаю прекрасно, что человек, который научился зарабатывать на ММВБ скальпингом, он с высокой вероятностью сильно начнет рубать на крипте, с ее динамикой, с ее движениями и прочим. Но при этом я не раз столкнулся с обстоятельствами, когда человек так приспособился к торговле на ММВБ, что просто не может адаптироваться к движениям на крипте. То есть вот на ММВБ он зарабатывает, а на крипте теряет. Ну, есть свои нюансы, на любом рынке есть свои нюансы. Типа, та же Америка, это по сути тот же рынок, но недаром там большинство из нас не может на данный момент зарабатывать, и, скажем так, нужно приложить очень большое, невероятное количество усилий, чтобы иметь возможность, потому что слишком большое количество нюансов. Ну, это понятно, да. Нюансы есть везде. Ну да, да. Понятное дело. Но в любом случае, если посмотреть по основным топчикам и выходцам, как бы практически у абсолютного большинства есть этот бэкграунд в виде торговли. Ну да, на самом деле я даже не знаю такого ни одного прям сверхтопа. Я знаю. Одного. Я сталкивался, наоборот, с тем, что люди с ММВВ приходят на крипту и вообще не получается у них. Я знаю одного сверхтопа, который никогда не зарабатывал на ММВВ, но... А, подожди, но, возможно, он торговал Найс, Насдак. Ты это не ошибся? Да, да. А, ну я знаю, о чем ты говоришь. Ну, в смысле, это другое, конечно. Мне кажется, на крипте более американские движения, нежели российские. Как бы это странно ни звучало, не то чтобы есть какая-то категория по национальностям о движении, но, так или иначе, все маркетмейкеры, все фонды, они не российские. В целом, наверное, в чем-то есть в этом смысл. Но при этом, допустим, крипта гораздо больше похожа на ММВВ, чем на Америку в формате наличия неэффективности на рынке. Ну да, стакан, наверное, более... Стакан более похож. Да, ну я понимаю. Ну, кроме ликвидов, типа. Ну вот, справедливо стирается тот человек, о котором мы говорим, он и не торгует стакан, да? Типа. Ну почему? В свое время он очень активно торговал стакан. Ну да, он много торгует график, понятное дело. Но в свое время он очень активно торговал стакан. Ну ладно. Ну, больше график. Копатыч, ты можешь, мне кажется, вырубать картинки. Так, я предлагаю следующую тему для обсуждения. Это статистика. Я отойду сейчас буквально 30 секунд. И буквально еще пару тем предлагаю накинуть, потому что, ну, я не знаю, как бы уже 9... Я у меня много чего есть, обсудить с Копатыча. Я не знаю, насколько вместо делается 10-часовой стрим. Ну, слушай, давай так, у меня есть... У меня есть... Да, говори, говори, Марк. Прости, прошу. Ну, я говорю, я сегодня свободен полностью. И винишко у меня еще есть, как бы. Менталь с медом тоже остался, так что, в принципе, пока вопросы есть. Ну, нет, у меня тоже есть пиво в холодильнике, поэтому в общем-то я предлагаю что? Я предлагаю статистику обсудить. Это достаточно важная тема. Насколько ты активно ее ведешь, насколько ты активно за ней следишь и насколько ты активно ее анализируешь и делаешь ли ты из нее выводы, которые в дальнейшем используешь в своей торговле. И насколько это изменялось в процессе твоей торговли от новичка к текущему моменту. Ну, понятное дело, от большего к меньшему. Вот. Вот я предлагаю эту тему и потом, Антоха, твоя тема.